Дорогие друзья, вот этот пиджак я теперь надеваю раз в пять лет по торжественным случаям как здесь председатель фунта пасхальные брюки, но это совсем другое дело. В этом пиджаке я вел первый выпуск маркизы, а совсем скоро нам исполняется 30 лет. За это время происходило много всякого замечательного, было более 130 гостей, чего только не было. И в том числе, среди прочего, мы издали по мотивам передачи три книги маркиза страницы телевизионной игры на замечательной бумаге с цветными фотовклейками, там много всяких интересных вещей. Если хотите, вы можете совершенно бесплатно скачать для себя эти книги по ссылкам, которые даны в описании к этой передаче. Но если вы хотите получить для себя бумажные экземпляры с благодарственной надписью от создателей передачи, вы можете приобрести их, написав нам на почту tv.tefis.markiza.mail.ru и мы все вам объясним, как это сделать. Ну а деньги, вырученные за эти книги, пойдут на новые передачи, на юбилейный выпуск маркизы, посвященный 30-летию и, может быть, на издание четвертой книги. Ну и в каждую книгу, приобретенную вами, мы вложим какой-нибудь сюрприз, например, фотографию кого-нибудь из гостей передачи с автографом или что-нибудь еще. Итак, пишите нам на почту tv.tefis.markiza.ru mail.ru, приобретайте книги и получайте сюрприз. Гость нашей программы Дмитрий Астрахан. Дорогие друзья, поскольку литературной игры сегодня не будет, но все-таки какой-то формат маркизы совершенно необходим, буквально два слова перед началом. Значит, вы знаете, что когда мы приглашаем гостя на нашу полную маркизу, его отгадывают, с тем, чтобы сделать подсказку на гостя программы, и его было проще отгадать, мы всегда придумываем литературную игру на определенную тему, так, чтобы тема как-то выводила на нашего гостя. Дорогие друзья, вот если бы вы были на моем месте, и вам надо было бы придумать тему литературной игры, предваряющую встречу с Дмитрием Астраханом, какую тему вы бы предложили? Вот представьте себя на моем месте. Тема, которая подсказывает появление Дмитрия Астрахана. Все будет хорошо. Как вам такая тема? Тема «Все будет хорошо», конечно, наверное, намекнет на знаменитый фильм. Уже теперь знаменитый, могу уже говорить, в общем, без ложной скромности, потому что он и брат стал знаменитым. Давайте я немножко расскажу о себе. Значит, меня зовут Астрахан Дмитрий, значит, я родился в городе Ленинграде, и родился в Ленинграде, учился в школе, занимался спортом, заканчивал 30-ю математическую школу, режиссером становиться не собирался. Но что-то вот в театр ходил редко. Я потом, когда уже поступил на режиссуру, я стал вспомнить, сколько раз я был в театре. Вот я стал думать как-то уже потом, когда уже я стал достаточно известным режиссером, я стал думать, сколько я был в театре до того, как я им увлекся. И я понял, что я был немного в театре. Я так прикинул, что, наверное, раз 20 до 18 лет. Увлекся я в 18 лет. При том, что, наверное, из тех, из 20-20 я помню где-то 12. Там в ЧУС я ходил в театре Ленинградского комсомола пару раз, в БДТ. Потом я наверстывал это упущенное, уже когда я поступил. Но, в принципе, я не был театральный ребенок, который ходит в театр с детства. Меня не водили в театральную студию. Я не ходил ни в какие вот такие кружки театральные. Но вот что-то меня так манило это дело. Вообще игра. Я на кухне там что-то разыгрывал иногда перед братьями. Они меня смотрели, смеялись. У меня 4 старших брата. Мы родители историки. Заканчивали ленинградский истфак. И я вот в рост такой семьи, в общем, благополучный, нормальный. Хотя до моего рождения родители жили в одной комнате, проходной квартире. Проходная была комната. Там жил еще какой-то дедушка, не имевший отношения к нашей семье, через который проходил через нашу квартиру. Вот и братья мы все спали там вместе. И мне рассказывают братья, что меня принесли и положили в корзину. И я лежал в этой корзине. Но я этого не помню, потому что уже в год папа получил нормальную трехкомнатную квартиру. Хотя нам грозила четырехкомнатная квартира. Все-таки он был уже профессор и детей много, пять детей. Но четвертое надо было еще подождать. Где четыре комнаты надо подождать, мама сказала, ждать не могу. Поехали в трехкомнатную квартиру. А дождать уже не могла. Когда я отправился в роддом, по-моему, мама настояла, что был куплен холодильник дома. Она отправилась в роддом, не я, она со мной отправилась в роддом. Рожать меня. Вот. Что забавно, что вот недавно, когда у меня был юбилей, мой брат из Америки, он разбирал архив и привез мамину записку папе из роддома. Тогда телефонов сотовых не было, писали записки. И мама написала папе следующую записку. Хоня, моего отца звали Ханан. Хоня, он мне так тяжело дался, что на посредственность я не соглашусь. Написал письмо такое. И вот я был такой, в общем, счастливый младший ребенок. Абсолютно счастливый, потому что пять, четыре старших брата. Абсолютная, в общем, защищенность во дворе, в жизни. Может, от этого я был немножко наглый такой, уверенный в себе. Я не могу сказать, что я был наглый, но я был уверенный. Я не мог, я не позволял, когда мне кто-то там какие-то грубости. Я не боялся вступать в драку. Я не боялся идти как-то отстаивать свое там. Я все это не боялся. В силу разных качеств. Одно из них, наверное, то, что это моя семья стояла за мной, за моей спиной стояли мои братья психологически. И я был, в общем, как-то защищен. Я поэтому вообще вот этот момент защищенности, он во многом определял, я думаю, жизнь. Потому что уже когда потом я заканчивал театральный институт, я очень легко уехал в Свердловск работать в Свердловский ТЮЗ. Например, многие там хотели остаться в Ленинграде, как-то задержаться. Ребята с нашего же курса. Но я был ленинградец. Я был настолько спокойным, что я всегда вернусь. Мне есть куда вернуться. Вот это ощущение. Конечно, в этом смысле такое счастливое ощущение, что я был в этом смысле так... Мне было в этом смысле комфортно. Когда я, значит, выбор с театром. Я, значит, как? Я учился в школе, ходил себе там, занимался спортом. Уже поступил в электро-технический институт Ульянова Ленина. Но мое знакомство с театром началось еще в 10-м классе, я помню. У нас ставились разные спектакли самодеятельности. Я в одном спектакле самодеятельном в 9-м классе меня пригласили играть. Меня что-то тянуло все-таки. Вот я постоянно что-то тянуло туда. И там ставились Ристофан и лягушки. Я должен быть играть Эака, этого хранителя врат ада. Я даже помню, там, ты Цербера украл. Я там встречал этого персонажа, я Цербера украл, собаку нашу украл, что-то с ней лизну. Я, в общем, такой был злобный Эак, который там злобно должен был рычать. И мне этот педагог должен рычать на него, орать. Ну, я все это помню. Я репетировал. И чем ближе была премьера, тем больше у меня был ужас, что я во всем этом участвую. Вот ужас и стыд. Хотя это был очень приятный человек, наш педагог. Он очень хорошо все делал. Ребята все старались. Но у меня был внутренний дискомфорт. Я это очень помню точно. И перед самой премьерой, у нас было двое исполнителей, я и второй был парень. Я сделал вид, что я заболел. И чтобы никого не обижать, я заболел, отлежал дома всю премьеру, не был на ней. Потом мне с восторгом рассказывали ребята, как все здорово прошло. Но вот это у меня чувство, я чувствовал, что-то вот там, я боялся выходить в публике. Вот выйти в публике и что-то перед ней играть. Потом у меня тоже это было несколько раз. Я еще там в каких-то самодельных участвовал в мероприятиях, пока не попал в студию к Бродянскому. Владимирычу Бродянскому. Когда я попал к нему уже в студию, это было так, одна моя знакомая ходила заниматься в студию. Это моя знакомая, это дочка Романа Иринаровича Тихомирова. Роман Иринаровича Тихомирова, главный режиссер Кировского театра в то время. Это крепостная актриса, кто помнит второй фильм, режиссер. Вот у него был такой дом открытый. И там была его дочка Настя, такая полная девушка, очень хорошая. И она училась с моим приятелем в классе. Мы все к ним ходили домой, там было очень вкусно, нас там всегда кормили. И там человек 15 нас ошивалось там. И мы очень любили. Настя вообще такая была дружеская компания. И Настя куда-то ходила в студию. И как-то раз пришла, Настя, куда ты идешь? Она говорит, я иду в театральную студию. Я говорю, Настя, слушай, ну можно с тобой сходить? Она говорит, ну пошли. А я мучился от такой там безответной любви. У меня был период такой, я там тасковал что-то. В итоге мы с ней пошли, пришли в эту студию. Она говорит, вот, давайте это самое... Молодой человек хочет поступить в студию. Пошутила она. Хотя я ничего не собирался. И Педагог там сказал, ну, почитайте нам потом. После чего этот самый... Я пошел читать, почитал стихи. Некий такой был джентльменский набор, который я знал, естественно. Там Реквием Ахматовым ходил сам издать и еще что-то я там читал. Прочел и ушелся домой. Настя меня зовут ночью. Говорит, слушай, главное, звонил наш режиссер и сказал, что если ты всерьез хочешь заниматься, приходи играть завтра главную роль, репетировать. Ну, предложение соответствовало, как говорится, моим амбициям. Я подумал, что оценили, все прилично, в хорошем месте, умный человек, увидел, что талант, все нормально, можно идти. Так сказать, я пришел туда репетировать. И репетировал, и через три месяца был спектакль. Спектакль был в ожидании козы. Спектакль, это такое забавное название. На самом деле, есть такая повесть Владимира Дубровина, имя могу путать, Дубровина точно автора, о Поволжье, 47-й год, не Поволжье, Воронежский, Воронеж, 47-й год, голод. Вот послевоенный голод. Вот жуткая повесть, жуткая с точки зрения какого-то вот правды. При этом она была такая, очень смешно написанная, но она была очень страшная повесть, очень сильная повесть, на самом деле, кто не читал, советую прочесть. И я, и там история мальчика, главный герой там мальчик, 14-летний, я этого 14-летнего героя и играл. От этого героя шел рассказ, так как пьеса была такая литературная, там были огромные монологи, я этими монологами там шпалил, и играл, играл, играл на спектакль. И я помню, как я выходил в конце спектакля к залу, и там был прямой выход, я говорил там про смерть своего там брата, и я так говорил, чувствуя там, эмоции меня переполняли, в зале люди плакали, я чувствовал, что я вот тоже хорошо говорю, все плачут, все нормально, значит, я доношу идею. Вообще, на самом деле, это задача актерская, кто знает наше дело, артист вообще должен всегда себя контролировать, даже в самых драматических кусках профессионал и настоящий артист, он все четко понимает, в нем четко внутри разделяется. Вот он играет, слезы текут, зрители их видят, он играет. Да, повернусь-ка чуть левее, лучше будет видно слезу. Понимаете, то есть артист, это абсолютно, это игра. И когда там педагоги говорят артисту, должен все это верить. Верить надо, только не надо сумасшедшим становиться, то есть человек, который выскренне в это верит, он сходит с ума, а артист, он играет. Поэтому там часто знают, что артисты стоят на съемках, там описывают Феллини, как стоял там Марчелло на сцене, ел макароны там, ел, он говорит, Марчелло, у тебя там сцена серьезная, говорит, давай, запускай камеру, давай, давай, сейчас я. И пошел, и слезы градом их сыграл, да, так, не остыло, и дальше. То есть это профессия, это, то есть артист, человек должен легко включаться вот в эту, раз и все. Это не происходит там, я сейчас настроюсь и пойду играть. Это штука такая легкая, и большие таланты настоящие, они это делают совершенно вот так, этот переход почти не виден, почти не виден, вот. Ну, не важно, чем мы там это все играли, я играл, моя вся семья была там, мои братья, мама, мой дядя был там, они все смотрели этот спектакль, и дядя потом сказал моей маме, говорит, мама, говорит, Сусанна, маму звали Сусанну, говорит, Сусанна, Димка вообще вот что-то в нем есть такое, вот этот финальный монолог, и мама сама говорит, финальный монолог, говорит, меня тронул. И мои братья сказали, что да, вот, он как на кухне, Димка, вот естественный какой-то, он как дома у нас болтается, так вот там по сцене болтается, вроде, может, и будет, да, дайте бы заниматься. Понять надо все мои, значит, родители-историки, весь круг историки, братья-технари все, к искусству никто не имел отношения, и для мамы это было какое-то шоковое решение, что я иду туда в том плане, что она не столько, она боялась какого-то другого мира, какой-то непонятный, что я скачусь куда-то, куда-то пойдет все не так. И она, конечно, сказала, что, слушай, давай, либо тогда уже поступай в театральный суд всерьез, учись, и обретай профессию, либо не надо, либо мальчик с гитарой в 25 лет, это уже не очень смешно, а пока он поет там в 19 лет, в 17, еще более-менее, в 25 это уже что-то не то, надо получать профессию. И я пошел поступать, но я еще, правда, мучился, там был забавный момент, как я поступал, я мучился, мучился, оказался опять же на кухне у Насти Тихомирова, мы сидим в компании, Настя выходит, говорит, тебя, говорит, папа зовет. И тогда впервые меня, я зашел в кабинет к Роману Инащу Тихомирову, он сидел там своим приятелем, они были откуда-то приехали только что, поставили спектакль, он был такой выпивший слегка, они были веселые. Он говорит, Димка, а что ты? А я перевелся тогда из электротехнического, финансово-экономический на кибернетику. Он говорит, что ты дурака валяешь, иди в театральный, ты же режиссер абсолютно, зачем ты поступаешь куда-то там? Я говорю, ну как, я в этом ничего не понимаю, я про это ничего не читал, я вот в самодельность-то играю, но я, кто такой Мерхольд, Станиславки, мало разбираюсь вообще, что там между... Он говорит, все это ерунда, это ты все прочтешь, ты прирожденный режиссер. Он был на спектакле, он же Настю ходил смотреть, естественно, свою дочку, она играла маленький безутый, папа, естественно, пришел посмотреть, а я-то играл там главную роль, я же... Главную роль ему говорит, я же тебя видел, как ты играешь, ты играешь, как должен играть режиссер. Иди и поступай. И вот это он меня толкнул туда, он даже позвонил Музилю, который набирал в этот день, в этом году, сказал, возьми парня, Саша. А и там все друзья были, там все. Музили, это Александринка, этот Кировский, это Становов, БДТ, но они там вместе играли, как я понимаю, в проферансах. Ну, это надо понять, это некий круг. Вот, парень талантливый, видел. Это еще такой один момент, что вообще в нашем деле, вот когда мне говорят, вот как вы относитесь к блату, там, знаете, кто-то идет по блату, кто-то заходил по блату. Ну, понимаете, вот я не как, вот я как профессионал, если я должен какому-то товарищу, профессионалу порекомендовать кого-то, либо в кино, либо в театр, я, если там, ну, не мой родственник, а просто, вот я видел где-то парня способного, я, если он талантлив, я всегда позвоню. Вообще любой человек о другом, вот я вот, насколько знаю, так бывает, посмотри парня там, посмотри девчонку там, посмотри, способный человек. Я к этому отношусь всегда очень уважительно, потому что, если мне звать профессионал, то я понимаю, что он не будет подставляться. Понимаете, да? Он не будет рекомендовать абы кого. Ну, чего, репутация же есть еще. И вот он меня так, он, и он вдруг проявил такую активность. Он позвонил, он сказал Музюлю, Музюль на меня смотрел так странно. Говорит, ну что, я помню, прочел там на вступительном экзамене актерские все свои там номера и читал очень хорошо, получил пять абсолютно. Но потом все мои режиссерские упражнения были на два. Я был молодой, я не очень понимал, что надо, я нервничал, я не могу быстро думать, вот когда надо тут было что-то быстро решить. Я не мог это ничего сделать. Я делал какие-то этюды, свои все этюды я завалил. И я потом пришел делать всем остальным этюдам, я пришел делать всем остальным этюдам, чтобы в них играть главную роль самому. Там же как ты делаешь этюды все вместе. Я придумал еще там пять этюдов другим ребятам, чтобы только сыграть там главную роль. Кстати, все поступили, я там все, у кого придумал этюды, мы потом командой поступили. Но я тяжело прошел сам, но уже к концу первого курса было понятно, что я, в общем, пришел туда, куда надо, и Музили мне единственному это сказал. В конце курса, что вы пришли в свою профессию, перестаньте мучиться. Он как-то предчувствовал, что я мучаюсь, я во-прежнему мучился. И спокойно учитесь. Вы на своем месте. При этом он вызвалил Дихомирову, потому что мне показалось, что Настя сказал, спасибо за студентов. То есть, и что было понятно, что у нас Музилёна, тут я вручился в Музиля. И уже когда я потом снял фильм, ты у меня одна. И я помню, это Дом кино в городе Ленинграде. Полно людей, полный Дом кино, вообще не в IT, масса в диктах. И после фильма, и Музил там уже, пожилой Музил там. Я его пригласил. И его все поздравляют. Есть какие-то счастливые моменты жизни. Вот я помню, его поздравляю. Все, он вообще издалеке меня поздравляет. И он так не может на меня пробраться. Он так пробирается, когда издалека. Дима, я горжусь, что вы мой студент. Вы должны знать это. Я горд этим. Вот я горжусь. Я помню, как у него глаза такие. Я помню, что для него это было бы и вы. Ловчик сказал какие-то слова, мне очень было приятно. До этого, значит, я поступил в институт, учился. Мама ходила на все мои экзамены. Мама переживала. Папа никуда не ходил на все мои экзамены. Папа ничего не видел, кроме того, она не ежедневно может никазать. Он увидел. Но папу как-то не трогали. Папа. Ну, у нас семья особая. Так он положил, что особо. Ну, там у каждой, все семьи особые. Но вот наши, наши были свои там нюансы. Ну, такие нюансы были, например, что мы все общались. Папа все время работал, а мама милала всю жизнь с детьми. И там мы все время с ней общались. Что было понятно, характерный эпизод общения в семье. Каждый вечер по очереди кто-то сидел рядом с мамой и обсуждал все свои дела. Папа рядом с папой. Мама сидела. Мама обычно, ну, как бы, либо в иностранной литературе, либо в новый мир. Ну, понятно, два журнала, то есть и читать. И я помню, я сижу, там дошла от меня очередь. Я что-то, что там маме рассказывал. Аудиенция войдет. Значит, и вдруг папа мне сказал, что «А нельзя ли встречу с интересными людьми перевести на сахар?» Ясно считать, как идти. Ну, с юмором у нас как-то все. Ну, ну, мам, я начну. Сворачивались и типа «Я пошел, когда все свои проблемы». Я вообще на самом деле, и правда, с мамой много обсуждался. И я, как будто честно, мог проговорить любую ситуацию, проверить на ней предстоящую встречу, проиграть ее, потому что область, в которую я кнулся, была область непростая. Область, ну, примерность. Непростая. Это область творчества, это непростая. Я посылал институт. Первый вопрос. Мне 20 лет. Я делаю лучшие работы для области. Лучшие работы. А у нас, ребята, есть по 28 лет. У меня сколько странно. А музей жестко вел занятия. Музей говорил, «Это 5!» «А это 2!» Он не говорил так, знаете, он не жил. Он говорил, «Гамбурский счет!» Он говорил, «Вы вообще все не друзья!» «Вы вот все у меня не друзья!» «Вы конкуренты!» «Каждый из вас интеллектуальный лидер!» «Помогать друг другу, не хранить, помогать друг другу!» «Но это необязательная дружба!» «Это уважение!» «Это разные вещи!» «Вы не обязаны близкими!» «Вы конкуренты!» «Всем более неволе!» «Ситуация!» «Всем более жесткое состояние!» «Я помню, как…» «Верный курс!» «Моя работа, она должна показываться на институте!» «И думаю, по моему работу музею, кто-то это учебная работа, вот там самостоятельная работа, вот работа Астрахана, вот показана как на институте, на смотре и исследовании». «Это уже как бы из аудитории, его работу показывают всему институту. А сзади есть форсов. Все, в пятницу показ, в четверг мы собираемся, чтобы показать, сам репетировать, и парень, который делает все звуки, там Женя Пусыр был, приятель, который делает звук, а там, например, придумано, он там импровизировал микрофон, и там смешные были звуки, которые сопровождали зрелища, там разного рода эффекты. Он без голоса с температурой 40 кг, лежит дома, там жуткие ситуации, скорую вызывает, что делает? Курс говорит, «Давайте вводить!» Я говорю, «Нет». Они в курсе говорят, «Ну, сейчас мы идем!» «Нет, мы ничего не введем!» Я говорю, «Как? Ну, он там!» «А что мы идем? Мы не будем показывать работу!» «Почему? Потому что мы нельзя показывать работу, которая не проверена!» «С Жене работа была проверена! Мы показывали на зрителе, мы знали, что у нее есть успех!» «А сейчас мы кого-то введем и будет что-то не так, завтра покажем и облажаемся!» «И облажаюсь я, режиссер!» «Ну, это же работа для меня!» «Не это наша работа! Это моя работа!» «Это я автор этой работы!» «Я как автор не могу позволить себе выйти на общий язык!» «То есть я принесу в них авторские права, которые у меня будут!» «Я их приду!» «Ну, что это будет все равно, работа страха!» «Я приеду, как бы себя в ноги и сам понимал!» «А один раз облажался и все!» «Перее впечатление, оно важно!» «Не надо стрелять двадцать раз! Надо один раз попасть!» «Сразу!» «Лучше сразу!» «Тогда потом будет как-то речь!» «Нет, это был конфликт!» «Я ушел домой!» «Настоящее утро!» «Собирается!» «Я приходит, прихожу на занятия!» «Извиняясь, подходит одна запустя!» «Слушай, вчера было собрание вечера, после ухода!» «И тебя лишили репетиционного времени!» «То есть...» «Ты понимаешь, что там говоришь, что Астрахан зазнался!» «Ты вот там...» «Ты ведешь себя...» «Ты вот...» «Ведешь себя...» «Противставляешь коллективу!» «Ты вот...» «Я еще...» «Пускай Астрахан не репетирую!» «То есть, мы...» «Аудитория был не донима!» «Он как бы в них летит!» «Я не знаю, на что рассчитывали люди, которые принимают это решение!» «Вряд ли, что молчала?» «Зараза!» «Была же там!» «Забыла, что я тебе ютюба делал!» «Ну, неважно!» «Ну, понятно!» «Я не стал учетом никого!» «Она так стреливая!» «То еще...» «Никто не был против!» «То там удержался!» «Я подумал...» «Ну...» «Нет и нет!» «Мне прикоржение этого предприятия...» «Води кузилю!» «Скажи, что кузилю тебя накачал сутками!» «Зачем?» «Сейчас я буду кузилю...» «Обнажу эту ситуацию...» «Ну, начался уже театр...» «Я начал понимать, что это театр...» «Я начал уже театр...» «Его вторую сторону театр...» «Который вы все ненавидите...» «Я протерпение...» «А он, она есть...» «Его театр...» «Обнажно, которая...» «Обнаж на телепендаре, она особо вложена...» «Обнажно, потому что самол es» «Я сталкиваться, чисто другого степени...» «Я научил проводить кузилю...» «Скажи, что у меня курсы лишили все одно времени...» «... я вам устал очень устал...» «Кузилю...» «Обнажно, что мудрец будет сейчас против коллектива...» «Зачем мне ему ставить в эту ситуацию... «Отого выбора...» «Лишили времени...» «Не надо...» «Всё...» «Значат...» «Ноудили делать!» «Неудили делать!» Ведь идея, она неважна для репетироваться. Если есть идея, то есть в итоге что пришлось напрячь еще больше. Я на 2 часа больше сидел вечером и придумывал. Уже думаю, ну сейчас я вас устрою в приятные занятия, следующее задание. И уготовлю уже по-другому. Прихожу на занятия, показываю, все показывают, я буду в свое задание, которое я не репетирую аудиторию. Вот так это лучшее задание, лучшее задание. Во втором задание будет, то это лучшее задание. Третье. Ну нет аудитории, вопрос не знает. Я помню, кто-то мне сказал, ну тебе когда время-то выписали? Я говорю, а что уже, там гуся-то, запрет уже там. Да ладно, Дима, что ты там, ну как бы, чего ты? Понятно. Эти нюансы, они в нашем деле тоже существуют, к сожалению. Мама, в тех частях, когда я обсуждал такие вещи. Как себя вести? Правильно ли я такой шаг? Я себя проверял на ней. Правильно ли шаг? Какой ли был шаг? То есть мне повезло, у меня была мама, которой можно было это обсудить. И мама у меня была, у меня женщина. Она могла так правильный совет. Я помню, что когда, конечно, я уже работал в Свердловском дюйзе, я должен был уступать, и меня пригласили постановку на стажировку. Я должен был уехать в Ленинград. Но я хотел снимать не могу. Я пошел, приехал в Москву, и поступал на высшие дюйзерские курсы параллельно. То есть я мог приглашать постановку на стажировку. А параллельно я поступал на высшие курсы, и с трудом поступить. С трудом. Становил мне постановку сначала пять, а потом собрался весь симплик наших дюйзеров. Панфилов, Меньшо, ну все, все известные. Вы знаете, все там были. Они поставили два. Два или три с минусом. И сказали, ну слушайте, пускай он будет на стажировку постановку, все его приглашали. Он сказал, ну чему-то кино. Может, это была специальная акция, чтобы я принял какое-то решение. Но факт не требовал это поставить. Но мне сказали, что все равно тебя мы возьмем, если там тебя попросит управление культуры Свердловска. Управление будет попросило, и меня брали на такую платную как бы стажировку. Я думаю, мама, что делать? Мама говорит, давай. Мама сказала, правильный совет. Ты уже известный режиссер. Я уже был в ту жилую лет, премьер в стажировку. Тебя пригласил-то в станок к себе. Ты один у него стажер. Ты один. И зарплата у тебя 250 рублей. Ребята приглашают. Ты же, я уже был главный режиссер, ты как стажер. А тут ты садишься среди других 30 лет. Опять за школьную парку. Зарплаты 100 рублей. Где у нас есть деньги в статусе. Ты сиди и в надежде, что с ними что-нибудь. Поставь спектакль в этот станок было, и тебя уковали будут снять фильм. Сказал мне бутербан. Я понял, что много права. Поэтому вот тогда вот в этом решение. А решение я понимал. Оно было важно. Потому что Москва тянула. Москва. Решили северные курсы. Такой был момент. Невадно. Я учился в этом институте. Вообще, вы знаете, если уж так говорить. Не знаю, о чем надо сегодня говорить. Но благочем, о чем хочется. Знаете, вот очень важно сохранять свое лицо. И вообще, любому человеку важно самим собой гордиться. Что он себя уважает. Какие-то поступки. Это важно вообще, я считаю. Человек нужен. Чтобы у него было что-то за что ему приятного. Что-ли сделать. И позволять себя как-то вот… Ну, и, наверное, нельзя пропускать какие-то вещи. Вот надо выяснять все до конца и сразу. Стараться. Не оставлять посту. Я помню, когда я учил, я был в институте. Я такой замазывающий. Ну, у меня такой авантюрный был характер. Мне было 22 года. И в это время все ехали в стройотряд. Там в стройотряд. И я поехал в стройотряд. И я сидел с плетом. Слушай, стройотряд это самое. Все едут в стройотряд. Я думаю, а что делать? Лето впереди. Мне особо делать нечего. Какой-то девушки у меня не было, чтобы куда-то с ней отправиться. Я думаю, что мы делаем? Я говорю, что мы делаем? Я говорю, что мы делаем? А как я в них поехал? Сказал что-то просто. Ляпнул плет. Через пятнадцатый прибегает больный уждерок. Освобожденный комсорговый институт. Говорит, Дима, ты готов поехать на этот командир? Я говорю, а что такое случилось? Он говорит, командир не может ехать. Его мама заболела, и он должен ехать туда. Мы ищем срочка командира. Там все взрослые. А у меня уже... Я был в целом курсе, у меня был абсолютно на свете авторитет. Потому что я был молодой, но я ставил все капустники. У меня был некий авторитет. Среди всех, ребята. У меня все знают, что я там мог. Ну, как-то так сложили. Вот есть. Есть, я говорю, я ничего не понимаю. Я бойцов-то никогда там не был. Я ничего не строил. Я опять ничего в коме СССР. Там у тебя будет мастер. У тебя будет прораб. Ты там все... Твое дело только следить, чтобы они не нажрались и не убивали кого-то за девчонок. Чтобы все было тихо. Чтобы было все спокойно. Ну, опять... Ну, ладно. Я чуть нырковать. Ну, опять же, главное дело такое. Знаете, я тут числа держи. Я на свою голову дурак поперся. 12-й ответ. Приезжаю, я вот из Светлевка. Приезжаю из Светлевка. Со мной же командир. Молит. 38, такой же взрослый мужчина. Он кандидат. Как выяснилось... Мастер. Я командир. Он мастер. Прораб. Он выяснилось, что он философ по образу. И он тоже в первый раз страдает. И он приехал заработать много денег. Он слышал, что он зарабатывает деньги. И кто-то его запихнул. Философа. Кандидата нау. Кстати. Мастер. Мастер был философом. Он еще был сотни идиотов. Бывайте. Чего идиот? Причем он может не идиот в жизни, но он идиот с коллективом. Он так себя ведет, что меня начинает его ненавидеть. Знаете, вот. Один человек говорит одни слова. И днем себя точно нормально. Другой говорит те же самые слова, но все начинают трястили. Иди, уйди. Вот. Хотя бы он и сказал то же самое. Но как-то по-другому сказал. Как-то не там ударение поставил. Он лыгнулся неправильно. И уже с прелезительным взглядом посмотрел на человека. Причем уже он че-то ненавидит. Он вызывал всех чувствователей. И вот мы приезжаем с тобой. Выясняется. Работы никакой нет. Там никто нас не ждет. Но это формальная была процедура. В наш отряд театральный институт приехали артисты. Заткнули дыру. Пускай болтают и что-то. И там зачем-то должны были класть трубы. Эти бетонные трубы в дорогу. Знаете, в дорогу. В трубы класть. Я. Вместе ават раздерегатор. Приклассуешь листы на потвари. Я прихожу. Говорит. Надо работать. На этот мастер вообще ничего не ставит. Плюс еще раздражается. Собрался. Думаю, что делать? По идее, на этот момент развернуться и привести отряд назад. И сказать, что уж детка. Вот я сейчас туда. Более не возглавляет. Ну, честолюбие. Честлавие. Невозможность оказаться неудачником. Невозможность не выиграть. Вот сидит, зараза, это во мне. Я говорю, так, будем же ехать. Так, мастера этого надо отправлять домой. Я говорю, слушай, давай едь, философ, домой. Не раздражай людей. Спокойно, мирно расставимся. Его отправят. Для начала. Чтобы он грека, чтобы не прибили, не дали ему пока какой-то путь. Уехали. А грял. Дальше что я делаю? Дальше сейчас я буду рассказывать о том, как не отрушал законы нашего государства. Я иду. Покажу быстро все вопросы. Я пошел для организации, нам всем наплевать. И мы не нужны. Мы этой формальности не выходим. И заработаем по 50 рублей. Ребята говорят, что мы хотели заработать по 400, по 500. Мы ехали, чтобы заработать деньги. Все же ехали с этим. И я вместо колокольчику говорю, что надо? Битома надо закрыть. Сколько стоит? Начинают торговаться с этим. На 5 тысяч рублей. Приезжают, крышу надо покрасить. Сколько стоит? Что? Что? Совершая разные противозаконные действия. Обещая откаты. Ужас. В чем? Сам думаешь, откуда что берется? Почему я, человек, никогда этим не задевался? Друг приедя туда, начинаю совершать все вот это. Все моментально. Я все понимаю, что надо дать ему что-то взятку. Сам договаривать, иначе ничего не будет. Но надо, чтобы отряд заработал денег. Была движена отдельная ситуация. Ответственность перед товарищами. Собираем вас опять, которые уже превращаются в преступную группировку. Значит, товарищи, мы должны будем работать так. Я вам сейчас в основном на 5 объектах. Разделим отряд. Разбрасываем. И работаем все. Катем дальше делим. Все чисто. Ну, чисто. Все говорят, Димон, все нормально. Катем, все ребята, артисты. Я не учитываю только одно, все это актеры. Все бы хорошо. И все было бы супер с другими котами. Потому что в этом отряде были художники. Технологи. Все классно были. Они пошли красить соседний дворец пионеров. За огромные деньги. За 5 полотен. Заплатили баснословные деньги. И они все сделали там. Был такой приятель. Другой. Я сказал, что я взял славу с собой поболеющего. Вася Морозов. Который тоже. Я с ним отправил постоль кирпичный завод. Сарай. Я отправил с ним двух труднооспитуемых подростков. Которых нам дали. Как обычно говорят. Двух хулиганов. И еще там было два оперных креста. Но Вася, они там как-то сговорились. И в пятерон они залудили. Сарай за этот месяц. Все остальные. Они с песней шли на работу. И с песней шли домой. Там они ничего не делали. А то помогли. Причем в первый раз отправились в первую компанию. Причем в силу еще старуха и артисты. Отправляли в компанию. Они ушли на объект. Строят класс второго бетона. Ушли. Я в другом месте приезжаю. Они все-таки в отряде не могут. Поварить. Ребята, вы что делаете? Вот Димка, мы туда. Мы уехали. Как уехали? Мы должны сейчас положить бетон. Дальше вторая смена. Она сейчас отсыпается днем. И идет на смену вам. Ведь нет и нет нас. А вам. Нам чего не заплатить? Как не заплатить? Кто вам сказал? Вот так пришел корпорист Петя. Сказал. Чего вы делаете? Делаем бетон. А сколько вам? Нам сколько? Кто? Вам сколько? Кто сказал? Наш командир сказал. Да вам никто не заплатит. Думал, что он не заплатит. Пошли. Значит так. Собрали все вещи. И к корпористу Петя на самолет не просил. Все быстро уехали. Шестеро. Их шестеро выгоняю за это. Дальше кому-то. Собрали вещи. Иначе Игоряных не будет. То есть я быстро принимал решение. И сказал, что мы все были атаками. Друзья. Дорога. Все вместе в самолетах. Фак-как. Ну ладно. Поругались. Все. Не надо. Либо мы договорились. Либо мы не договорились. Либо мы действовали в команде. Либо мы расстроили. Эти которого не надо. Дальше я не буду рассказывать. Нюансы. Станово было детство. Но в итоге. Отряд заработал там. От 500 до 1500 рублей. Были огромные деньги. Скинули там. Кто-то художник я рисовал. Они получили больше. Но они часть отряды. Другие. То есть нам было цело все было. Потом отряд все сидел. Испределили все кто сколько зарабатывает. Все было успешно. Это был успешный шпак. Это просто один из эпизодов. Что у меня там аванчурная деятельность. Вообще все время сидел напротив меняемых мастер. Не знаю. Даже передачи. Все время сел мастер. Надо. Когда они заполняли наряды. Когда начали заполнять наряды. Я готовился. Я читал все-таки ремарты от обелиск. Я помню, что когда эти четыре подписывали наряды на горбы. На памятники. Они ели этот самый. Гороковый суп жирный. Потому что приезжал подрядчик. И надо было с ним пить. И чтобы нажаться позже его. К моменту подписи. Чтобы быть более не трезвыми. Надо было поесть что-то жирное. И я поедал. Девчонки. Я сегодня иду наделал. Подписываю наряды. Давайте. Они думают. Суп, горбовый. Я все как поребал. Слава помогал. Кто-то селегатурный. Говорит. Давайте перенесаю. Жирный супчик. С медалкой. То есть сажался в печенье. Все это ел. Масло заедал. И шел на переговоры. Я находился в мастер. Вот мы так сели на стол. И когда уже к моменту подписи. Ну мы с ним разговаривали. Вот там надо было накручивать. И цифры. И целая история. Ну все это пример. Тот. Это же наряды. Все на запах. И он уже ползал пьяный. Я говорю. Он говорит. Севернош. Меня дальше воркуты не пошлет. А ты себе всю карьеру поломаешь. Я говорю. Подписывай. Иван, давай. Подписывай. Уже что? Отряд мы сидеть ждем. Деньги давай. Подписывай. Ну работу мы делаем. Чтобы оплатить эту работу, были приписки. Ну были приписки. Приписывались. Нехорошо поступали. Ну что делать. Чтобы хоть что-то не заработали. Это все крутилось. Бэта сделала. В итоге. Все эти антиправовые действия. Значит опять вернулся что-то заработал. После чего. Авторитет был не быстрый. В институте. Но. Тем не менее. Я все время когда учился. И у меня были все пятерки. У меня никогда не было пятерок. У меня никогда не было помощь на степень. Потому что я всегда получил либо тройку, либо четверку. Там по-английски могу считать. Четвертая, тройка. Там еще что-то там. С кем-то там был. Поругался. С педагогом по движению. Я что-то не смеялся. Был шутки. А он очень любил когда все смеялись. И. А я как-то не реагировал. Он поставил тройку. Что-то. Я говорю. Все представьте тройку. А это было известно. Педагог вместо гаммета. Вместо кнопки. Сфильтовал. Чернозем. Я говорю. А за что он поставил? Ты мало сделал для себя. Я думаю. Слушайте. Ну. Я неудобно. У нас половина народу прямо пройти не могут. Вы посмотрите. Пять. Они много сделал для себя. Они ходят. Чуть припения. А я значит. Там. Через бортно-патластической борьбе. Ленинграда. Двигающийся. Прыгающий. Свободно. Все это делал. Я мало делал. Это как пример. Мало для себя. Я с ним. Словно. Харанский разговаривал. И. Ладно. Александр Владимирович. Не смирюсь. Вот. Вы меня не ставите. Я ему. Прямо. Ну. Ну. Все. Не уходи. Музей. Потом начинал. Так. Вот. Ну. Кстати. Музей это все четко отслеживал. И. Понимал. Где. Что было. Музей. Знался. Нашим. Этим. Конфликтом. Неважно. Я не получал. И. Помню. Пятый курс. Я уже женился. Первый раз. У меня там уже дороже. Я. И стипендия. Она говорит. Курс. Если есть четверка. Повышенная стипендия дается. И. Вдруг. Опять. Я сдаю. Все сдают сессию. И. У меня четверка по английскому. Я думаю. Ну. Сейчас наверное дадут. Пятю. Степендию. Студсовет нам решает. Я никогда не был ни в одном студсовете. Я не получал ни одних. А у меня там сокурсники получали какие-то стипендию Станиславского. Там были члены партии. Я не был ни членом партии. Я не был ничего. Я не вступал никуда. Не туда. И мне опять не дают повышенную стипендию. По идее уже наплевать. Уже я там уже еду распределение. Ну вот думаю. Ну что такое. Ну надо выяснить отношения с институтом с родным. Я прихожу к декану факультета. Говорю. Здрасте. Товарищ Жилин. Так у нас был декан Жилин. Толстый был. Человек из Институтского театра. Артист. Который ко мне очень хорошо относился. Я говорю. Слушайте. А почему не дали стипендию? Нет. Я не так. У меня был разговор тоже придумал. Я ему придумал. Думаю. Сейчас я тебе. Я выясню. Я говорю. Я сколько дима? Говорю. Говорю. Садись Дима. Мне там сколько? 20 человек. Я говорю. Как вы ко мне относитесь? Говорю. Говорю. Ну вот вы как ко мне относитесь? Мы вдвоем все. Говорю. Дима. Хорошо. Вы мне скажите. Как вы лично ко мне. Говорю. Говорю. Дима. Что случилось? Я говорю. Нет. Ну вот понимаете. Я хороший студент или плохой студент? Ну хороший. Как вы считаете. Я много сделал для института за эти пять лет? Ну. Ну. Капустники. Отряд. Который я вам вытаскивал. Все. Это моя копилка. Это я здесь. Да Дима. Он говорит. Дима. Что случилось? Он говорит. Я уже понял. Что случилось? Я говорю. Почему я не получил повышенной степени? Первый раз за все время. Я ни разу к вам не приходил. Я к нему никогда не говорил. Но сейчас. Когда я имею на это право. Я не ходил клянчить. Хотя я мог как командир отряда получить ее. За какие-то еще. За что-то. Я не ходил себе просить ничего. Но вот сейчас. Я на нее имею право. А почему вы мне не даете? Вот так. Ну. У него была хана. Он говорит. Я все понял. Он сказал Дима. Не надо. Дима понял. Иди. Я все понял. И потом мне рассказали. Что было до этого студсовете. Как он орал. Он собрался сказать. Вы. Убокий. Завистливый. Он там орал. Так. Вы. Почему вас страха не дали? Он. Наконец. Когда он орал так. Мне было приятно. Ничего не могу сказать. Мне дали себе. Понимаете. Это вот такая была забавная история. Ну ладно. Я не знаю. Все это интересно вообще все. Вот. Дальше. Я попадаю. После все это заканчивается. Я попадаю в Свердловский. В Свердловский. Театр юного зрителя. Там я репетирую. В Свердловский театр юного зрителя. Я за дипломный спектакль становлюсь. Лауреатом премии комсомола сразу. Это понятно. То есть я приезжаю на защиту диплома со званием уже. Такая ситуация специфическая. Вот. Там было забавно. Когда сидел напротив. Там такой был Бенкендорф в комиссии. Забавно. Бенкендорф был в комиссии. Такой режиссер из ГИТИСа. Который, по-моему, ничего не поставил в своей жизни серьезного. Но он был профессор ГИТИСов. Он приезжал. И он как бы нас оценивал. И я с ним поцапался на этом экзамене. Что-то я ему там сказал. Он мне что-то сказал. Он сказал, что вы что-то путаете жанры. Почему смешали жанры психологической пьесы с детективом, вы сказали. Я сказал, слушайте, ну Достоевский это делает просто всегда. Ну почему нам бы тоже не попробовать. Что же такого-то. Почему. Я как-то нахально себя с ним вел. Вообще так неуважительно. Без пиетета. Ну нормально велся с ним. Отвечал то, что думал. Что вызвало у него дикое раздражение. Видно, не было подобострастия в глазах. Холуйства не было во мне такого к нему. И потом, когда ушло обсуждение диплома, там все ругались. Особенно ругался он. Требовал, чтобы я получил четыре. Говорит, он нахал. Он ведет себя неуважительно. А Музиль говорил, он не нахал. А он просто уверен в себе. А уверен в себе, потому что он делает хорошие работы. И потому что он лучший студент. По результатам работы. Нет, надо поставить ему четверку. Он что там, все на меня... А Музиль не мог мне поставить четверку, потому что он понимал, что это ей пять. И там Музиль придумал. Изуистский ход. Конечно, Музиль был человек советский. И Александринский театр. Все-таки, что такое Музиль? Понятно. Это на сцене. Тулубеев, Черкасов, Симонов. Понятно, да? Вот компания его артистов, которые с ним 50 лет работали и его слушали. Понятно, да? Не выгнали его там через две репетиции, а с ним работали и ставили с ним спектакли. Горбачева он привел в театр знаменитого. Игоря Олеговича, который играл «Операцию 3» и так далее. Он нашел еще молодым студентам из университета, привел его в театр. То есть Музиль классик был просто живой. И Музиль понимает, что тот уперся. И он ему сказал, знаете, говорит, обком комсомола Свердловска дал ему премию за данный спектакль. «Я не могу подоставить под сомнение мнение партии, что мы ему четверку теперь поставим. А мы ему считаем, что они неправильно обком там рассудил. Я с этим не согласен». Сказал Музиль, это будет пятерка. Возле чего, конечно, мне поставили. Тот заткнулся, потому что понял, что он его ударил демагогическим ходом. В итоге получил пять. Закончил я этот институт. Поехал себе в Свердловский. Вот я там репетировал и поставил там доход. «То, если не ты». Потом была «Красная шампочка», там были свои сложности. Потом было доходное место. Что, конечно, было особенно приятно, когда на это доходное место, на этот спектакль, приехал мой папа с мамой. Они приехали смотреть спектакль. И моя супруга приехала. Они приехали втроем и смотрели спектакль. А там все отношения Жадова с Полей, такие были особые, там придуманы сцены. Там такие были скандалы. Маша мне потом сказала, моя жена говорит, «Ну ты просто все наши скандалы показал просто на сцене. Ты вытащил просто один в один». Она говорит, очень узнаваемо. Потому что Жадов играет абсолютно как ты бы играл. Естественно, что я это показывал. Но мой папа был под огромное впечатление. Он посмотрел спектакль. И он сказал, «Пошли мы там, пошли, сидели, выпивали». И он был счастливым человеком. Мама сказала, «Папа просто счастлив, что ты пошел в эту профессию, где столько всякой мутии, лжеискусства, болтовни об искусстве. Много этих ходящих, надувающих щеки людей, которые ничего не сделали, но делают многозначительно размышляющих о вечности, обо всем». А он посмотрел спектакль, где был пронзительный спектакль, серьезный, эмоциональный. Он говорит, «Он счастлив, что ты состоялся, что ты вот в это дело пришел, и что это все было не зря». Для отца это было совершенно такое большое потрясение. И, конечно, это мне приятно, что папа мой застал, потому что он не застал моих киноработ. Он не видел моё кино, а мама видела моё моё ещё, а папа уже его не стал, когда я ещё не начал работать в БДТ, его не стал. То есть это было, по сути, единственное, что он видел. Но он как-то видел, что я всё-таки что-то вот сделал. Вот. Дальше что происходило? Значит, я поступил вот в этом... В театре там тоже была особая история. Надо понять, что такое театр в то время. Я вот поставил, кто если не ты, стал за неё сразу же там лауреатом комсомола. А второй спектакль у меня была «Красная шапочка». «Красная шапочка» — это пьеса Шварца. Шварц написал пьесу о том, что волк хочет съесть красную шапочку. Да? Вот. У Перу он её чего хочет съесть? Не хочет есть, волк и волк. Ест и ест, да? Голодный, наверное. У Шварца он её ест по идее. В соображении, если вы прочли пьесу. Он её ест, потому что шапочка учит зайцев быть смелыми. И ломает законы леса. И когда он, говорит, с лесом, он говорит, вообще от этой шапки житья в лесу не стало. Зайцы дружат с белками. Белки с зайцами. Мне всё это ни к чему. То есть он, как тиран, этот волк, понимает, что лес как-то тут начинает бунтовать. Он говорит, и когда там есть сцена потрясающая, когда там заяц приходит и говорит ему, «Я вас простите». Когда он заступает, за шапочку убегает, «Я вас простите, укушу, загрызу». И волк говорит, и там есть потрясающая шварцкая фраза, он говорит, «Заяц на волка лапу поднял. До чего дело дошло?» Он говорит, «Ты чего?» И со слезами. Он говорит, «Да как ты пасмел?» То есть я, в общем, этот Шварц, я когда вот так прочёл эту пьесу, мне говорит, надо поставить спектакль вот этим колхозным, утренником, ну детский спектакль. Я относился так, ну, шапочку, ну, красную шапочку. Но когда я её прочёл внимательно, я понял, что у меня в руках роскошный материал. И я взглянул на эту пьесу, вот как, естественно, как детский спектакль, но при этом вскрыв, родители сидят с детьми в зале. И родители читают свой слой ассоциации. Дети видят приключения, и они видят этот сюжет. Сюжет-то остался. Ну вот и был сделан спектакль, и Женя Ельчин такой художник, он сейчас работает в Америке. Он совершенно роскошные костюмы, такие очень, это были такие люди, это были такой ретро по 30-е годы. А там были песни, там тоже простая вещь, там песни в этом спектакле. В этом, там есть песни, там, например. Я с вами работал с композитором Гуревичем, был композитор Гуревичем. Известный композитор, он, по-моему, был декан консерватории до последнего времени, в Свердловске. Мы с ним говорим, вот, музыка. И там, наверное, такой текст. Заяц, там, заяц поет песню, перед тем, как он узнает, что шапочка в опасности, надо ее спасать. И вот он поет такой текст. К волку брошу себя навстречу, и подпрыгнув, закричу, стой, зубастый, искалечу, и зувечью растопчу, чтобы отсюда ты убрался, честью я тебя прошу, никогда я не кушался, от тебя я укушу. И он мне сочиняет песню. К волку брошу себя навстречу, и подпрыгнув, закричу, стой, зубастый, искалечу, и зувечью растопчу, чтобы отсюда ты убрался, я тебя прошу, никогда я не кусался, от тебя я укушу. Такая вот детская песня. И он мне гордо ее играет. Я говорю, понимаете, это хорошо. Это значит, работа с композитором. Я говорю, понимаете, но заяц, понимаете, куда он идет? На смерть. Он понимает, что он идет на смерть. Это песня, которая, человек, который собирается на бой с волком. Она же будет другая. К волку брошусь я навстречу и подпрыгну, закричу, стой, зубастый, искалечу, изувечу, растопчу. Чтобы артист мог орать. Такую песню не проорешь, как вы написали. К волку брошусь, не пожалею, я в отчаянном бою, пусть от страха околею, за подругу забою. То есть надо дать такой ритм, когда артист может это играть, как драматический кусок. Не как веселенькую песенку. Вот, понимаете, это простой характер. И сразу меняется все. Отношения, понимаете, да? Это есть режиссура вообще. Чтобы режиссура, это вот понять, какую эмоцию надо вывести, ее и сформулировать, ее выстроить. И вот я это, значит, ему рассказываю, он говорит, ну это получается вообще военная марш, да, военный марш, заяц идет на смерть. На подвиг, и зал должен хлопать ему, чтобы правильно, заяц, давай. То есть дети должны кричать, берем мы с тобой, заячика. То есть, и вообще все там, и там вся музыка такая была, знаете, как такая, такой Дунаевский, такая музыка 30-х годов, с одной стороны марши, такая атмосфера. Сделали этот спектакль. Показывали. Дальше вот, вот, пожалуй, во время этого спектакля, я тогда впервые, я был молодой все-таки режиссер. Я в театре до этого не, у меня был нюанс, я в театре никогда не работал. Я все-таки учился, я пришел не из театрального мира, вот, думаю, кто-то из моих детей, кто-то захочет быть в театре, ему будет легче. Потому что он видел уже изнанку, он был за кулисами, он видел, он немножко в курсе моих каких-то, ну он слышал какие-то разговоры, он, уже вопрос не таланта, понятно, если будет бездарен, все будет тяжело, но если будет талант, то он бы хотя бы понимать еще, как это все работает там внутри коллектива. Тут я приходил, вообще не понимал ничего. Я впервые стал, артисты репетировали самозабвенно, всем безумно нравился этот спектакль, дальше показ на коллективе, и мы показываем коллективу театра. Это 80-й год. Да, 81-й еще не, 80-й год. Или 81-й, да, но все-таки есть коллектив театра, и показываем этот спектакль. И я вижу, как в этом тюзисе, эти артисты, в самом деле все смеются, а потом надо обсуждать. И выходит один из артистов и говорит такой текст. Ну это, это не сказка какая-то, это просто какая-то басня. Такой прям, что ж это, это просто как бы, что ж это такое, серьезное такое, как-то с этим какой-то смысл вырастает. И так далее. И начинают сдавать все, знаете, все сдают. Как говорит, мой студент, сдают, как стеклотару. Значит, сдают просто спектакль. Кто-то просто молчит, но все так тихо отваливают. И только один там, Витя Поцелуев, который играл этого Волка, выходит, прекрасный артист, и там начнется худсовет, а на худсовет уже начнется крик, что вы хотели сказать этим спектакль. Там парторг, за все время завелся парторг. Игорь, такой был парторг Белозеров, толстый артист, такой очень хороший артист. Ну, пока он был парторгом, он был ненормальным человеком просто. Он орал все время, он говорил, что вы показываете, это антисоветский спектакль, да кто, как вы вообще, кто вас воспитал таким, кричал он мне. Я вот этому кричал, я сын члена партии, мой папа прошел войну, у нас был такой диалог на худсовете. И я советский человек, и я во все, и у меня важны идеалы, я показываю спектакль о том, как трудно бороться со злом, и как, если зло у вас будет какое-то сказочное, это чего стоит победа шапочки, а когда зло настоящее, так победа шапочки обретает цену. То есть мы занимались демагогией, но это было как, это был некий шок. И тогда, помню, Витя поцелуев вставал и тоже отставил спектакль, а мне мой главный сидел, Володя Рубанов, человек умный. Мы там что-то ругаемся, он мне говорит, отказывайся показывать премьеру. Я говорю, он говорит, скажи, что спектакль не готов, он сейчас встанет, спектакль не готов, нужно еще сделать корректуру. Я говорю, ну как же, он говорит, говори, доверься. Ну, я ему верил, человек, он был свой, Володя, я встал, говорю, ну, наверное, давайте мы немножко спешили с выпуском, давайте мы еще там, нам надо еще недельку поработать. Он говорит, ты понимаешь, что сейчас завтра, сейчас после этого хочется, сейчас все позвать в обком. Завтра будет комиссия обкома, завтра его закроют нахрен вообще, и вообще он не увидит спектакль. Надо оттянуть, сделаем паузу, говорит, ну, оттянем, пускай немножко страсти улягутся. То есть тут же началась уже стратегия выхода, как он уже пошел, он, как нам спасти спектакль, уже другим он занят был, не тем. То есть путь компромисса, там мы сделали паузу, якобы еще что-то поделали, хотя ничего не поменяли. И, по сути, в общем, этот спектакль там пять раз сдавался, это была целая песня с этим спектаклем. Но этот спектакль сделал мне имя среди всех там театроведов, потому что его посмотрели очень многие, и он так, многие до сих пор, кто видели, там известные критики вспоминают. Тогда они еще были молодыми критиками, приезжали из Свердловска, те же маститы, и помнят этот спектакль. Вот. Потом было доходное место, тоже такой спектакль достаточно необычный. И после этого вот в этот момент где-то, наверное, во мне стало, да, и после этого меня забирать в армию. Я ухожу в армию на флот, ну, на флоте я попадаю на флот, отдельная история, кто-то попал, должен был остаться в Свердловском доме офицеров, а перепутали документы, отправился на флот, во Владивосток, в школу морской авиации. Там было много всего интересного происходило, самые неуставные там отношения. Ну, это бог с ним. Главное там, я попадаю в театр флота. Театр флота. Театр флота – это поселок Завета Ильича, Совгавань. И там есть театр. Попадаю я в этот театр. Опять же, вот к моменту, что я рассказывал, что надо всегда сразу занимать какую-то позицию. Прихожу я в театр, матрос. При этом режиссеры, лауреат, консулы, меня направили туда, потому что там командующий узнал флотилии, что я ставил там спектакль, и его там помощник, который палит по политру, говорит, по политподготовке, говорит, бесплатно будешь ставить спектакль, как я сказал, готов приступить к дебиле, говорит, ну тогда отправляйте его в театр, отпускай ставят. Театр был, по сути, все же гражданский, кроме главного начальника театра, и я там был матрос, режиссер, значит. Нахожусь в этом театре, попадаю в театр, сидим. Театр, все, готовится, эта самая работа. Что-то я обсуждаю с главным режиссером театра. Абрам Леонидович Мадиевский там был главный режиссер. Мы с ним обсуждаем, что я могу делать. Он из Ленинграда сам меня принимает приветливо, все. А матросы обычно в театрах все грузят, знаете, да, матросы, ну эти солдаты, они же как работают, там грузят декорации, там все. Ну я иду, и тут меня видит, там был такой Назарити, замдиректора, который автоматически говорит, так, Астрахан, давай там декорацию надо разгрузить, давай. И надо бы, по идее, грузить идти. Но я думаю, что что тут неправильное, думаю я про себя. Это как-то неправильно, думаю я. И иду, значит, говорю, сейчас. Я прямо в кабинет командиру к этому, товарищ там, капитан второго ранга, можно обратиться. Да, что? Я говорю, знаете, вот надо принять решение, говорю, сейчас одно. Вам. Я выполню любое ваше решение. Кто я в театре? Решите для себя, чтобы я сразу это понимал. Я монтировщик или я режиссер? Меня, говорю, устраивают обе должности. Я могу быть монтировщиком, но тогда я уже не ставлю спектакль. Либо я режиссер, но тогда я не таскаю декорации. Потому что это неправильно. Режиссер не надо мне таскать, потому что есть отношения с артистами, будут приходить, я буду с ним что-то разговаривать. Есть статус. Режиссер это режиссер. Монтировщик, монтировщик. Дело не в том, что мне зазорно носить декорацию, а дело, что это неправильно. Мы же не в самодельном театре, где все вместе мы таскаем декорации. Тогда одна история. Мы все тут шьем, в самодельности я все это делал. Это профессиональный театр, где есть иерархия. Ко мне будут приходить артисты, народы. Что-то им говорить. Я только что грузил декорацию, мне будут кричать. А теперь я должен буду ему что-то тут рассказывать. Ну, как-то это неправильно, это не... Надо определиться. Меня так не устраивает. Решите. Вот я посмотрел, сказал. Ну, хорошо, не надо тебе грузить декорацию, иди. Он говорит, прав. Он как-то декорацию не грузил. Дальше я поставил спектакль «Счастье моё Червинского». Дальше был следующий этап моей весёлой жизни в армии. Спектакль поставлен «Счастье моё Червинского», пьеса. Поставил спектакль, показываю коллективу. Поймите, я полгода до этого ничего не делал. Я в этой армии уже охренел абсолютно от безделия. И тут я попадаю в театр, где есть два молодых артиста. Там два состава было, четверо было. И мы четвером целыми днями можем репетировать. Делать нечего. Совгавань. Богом забытый край, как говорил наш администратор. И весь день я репетирую. То есть всё время можно репетировать. Мы весь день работали. И этот спектакль, конечно, вымерил до миллиметра. Я думаю, это был один из моих лучших спектаклей. По сделанности, по продуманности актёрских нюансов, мелочей. Он был очень... Было время всё это делать, делать. Нечего. Они могли сосредоточиться, артист. Сделали. Коллектив смотрит прекрасно всё. Говорит, прекрасный спектакль. Артист говорит, вообще просто очень высокую оценку получаю внутри самого коллектива. Показываем ход совету. Ход совет флотилии приходит. Приходит офицеры, политрубки, политработники принимают. Там главный видит, говорит, ну, товарищ младший лейтенант, ваше мнение. Спектакль хороший, артисты играют с огоньком, матросам показывать нельзя, матрос в увольнении пьёт и спит с девушкой. Понятно, товарищ младший лейтенант. Товарищ лейтенант, ваше мнение. Спектакль хороший, играют с огоньком, показывать нельзя матросам, пьёт, спит с девушкой. Товарищи, то есть, снизу наверх идёт как-то мнение. То же самое. Хороший, с огоньком, показывать нельзя, я уже так начинаю звереть, я понимаю, сейчас его закроют, а его как что-то нельзя показывать матросам, значит его покажут офицерам и на этом все закончится. Жизнь в спектакле не будет, потому что офицеров не много, а матросов-то много, основной зритель. В итоге доходят до одного капитана, по-моему, третьего ранга, майора, и он говорит, а я вообще хотел бы спросить режиссера, а что вы хотели сказать, товарищ матрос, этим спектаклем, товарищ матрос этим спектаклем. Я говорю, ну вообще обычно, я пытаюсь сохранить лицо, я обычный режиссер, говорит в конце, после всех, он говорит, ну я думаю, мы сегодня можем нарушить эту традицию, товарищ матрос, типа, говори, не выпедривайся, типа, ну так, уже так жестко. Ну, хамство такое, я думаю, ну ладно. Я начинаю рассказывать, что спектакль про то, поднимает такие ценности, в нем такой смысл, говорю, говорю, сам я уже озверевший, естественно, стою, рассказываю все это. В итоге меня прерывает, говорит, ну ладно, все, хватит. Он как в армии же со мной, матрос, говорит, хватит, говорит, учить нас начал уже. Я говорю, что значит, хватит? Я говорю, сидите и слушайте, хватит. Буду говорить, сколько мне надо, подняли, слушай, понял? Я тут режиссер, а потом отправляй меня в часть, и вопрос будет закрыт. Я говорю, ясно говорю, хамло, просто ору на него открытым текстом. Значит, спектакль про то, про нравственные ценности, которые, герой этот, там шок такой некий, главный. Ну я так заорал, я прям прорал, я все высказал, говорю, все. Самый умный оказался главный. Там был член Двоеда Совета, такой он был. Он сказал, ну, товарищ, товарищ, говорит, не будем волноваться, говорит, понятно, творчество, вот такой умный мужик, говорит, ну, режиссер волнуется, творчество, все понятно. Знаете, говорит, я был сейчас с дочерью, ей 16 лет, мы вместе сидели, смотрели этот спектакль. И она в конце плакала, она сказала, значит, папа, такой пронзительный спектакль, ей 16 лет, она говорит, значит, папа, так-так меня тронул спектакль. Вот, значит, пошла домой, я вот, видите, она вот молодая девчонка, посмотрела спектакль, ей понравился. Это мужик был из разведки, он был, поэтому, интеллигентный такой. Она говорит, давайте мы покажем, давайте мы сделаем по-другому, мы покажем этот спектакль членам военного совета всего, флотилии. Придет командующий флотилии и примем тогда решение, потому что спектакль, видите, он необычный. Неоднозначное мнение, давайте посмотрим. Что значит приходит? Приходит командующий, командующий приходит с женой, с ним вместе приходят все офицеры флотилии, с женами. Он идет с женой, все в парадной форме, с женами, полный зал, весь офицерский, конец спектакля, дальше все по классической схеме. Встает жена командующего и стоя со слезами до глазах хлопает. Что дальше? За ней стоит весь зал, естественно, жена командующего уже встала, уже встал, встал вместе с командующим, похлопали вместе. Все, спектакль принят, меня подвели к ней, она сказала. Они моего возраста, мне 26, мы там 28, может быть, мы 20, мы молодой, мы 30 лет, он там командующий, молодой мужик. Мы вас поздравляем, прекрасный спектакль, супруга там, в Ленинграде, мы тоже ленинградцы, там. Работать, и все закончено. После этого, как продолжение даже иметь комическую, поворот, сидит вся труппа, поддает. После спектакля все довольны, весь коллектив пришел, все очень болели за спектакль. Как-то в театре было такое настроение, что спектакль, он был таким, знаете, как бы вот, чем-то свежим, наверное. Вот все хотели так, вот что-то новое у нас начинается в театре. Все пришли поддерживать, все пришли поддавать на эту пьянку. И туда приперся этот царь, который со мной там, приперекался. Он любил поддать всегда. Он такой был большой балет за нравственность. Дочка у него была, по-моему, проститутка, а сын был наркоманом. Хотя он был политработник, и там целый скандал из этого был. Хотя при этом он был очень нравственно в словах, он любил говорить о морали, рассуждать. Такое бывает такое. Что? Такой чудный был человек. Но он пришел тут, ему уже выпиваю, он мне говорит, слушай, вот знаешь, вот я так смотрел на тебя, вот это заорал на меня. Я сразу понял, в спектакле что-то есть. Я сразу это понял, в спектакле что-то есть. Сразу говорит, вот так, заорал на меня. Да, после этого все это было забавно. Дальше был приказ по флотилии Астрахана не демобилизовывать, пока не поставят к 40-летию победы. И я забрал артистов и говорю, ребята, я хочу домой, давайте быстро поставим этот спектакль. И мы за месяц сделали Леоновское нашествие, чтобы мне домой вернуться, я хотел дать дембель. Меня уговаривали остаться, ничего не могу сказать. Вообще, я так служил хорошо, могу похвастаться, я служил хорошо, что когда я уходил из театра, вот я уезжал, у меня был дембель, и я пришел там, ну и там пришли ребята, там кто-то были, там друзья. И пришел весь театр, вот мы там, квартира была там маленькая, ну там что-то мы накрыли, там что-то выпить, там вот все, пришел весь театр, пришел командир театра, главный вообще. Все пришли там, вот как-то все монтировщики, там был человек что-то, ну 80-90, все были, все, кто, потому что я так как-то, меня как-то полюбили там, ничего не могу сказать. Все пришли прощаться, мы выпивали, и командир говорил, главный в театре, он говорил хороший тост, он сказал, говорит, приятно было служить, вот, хорошо служил матрос Астрахан, говорит, у нас здесь, кто служил, говорит. Что, говорит, никогда не спорил, вот ему говоришь, все, соглашается, и делает все по-своему, но никогда не спорил, не ругался, все было тихо, все у него было вовремя, не мешали ему ни караться, ни конфликтовал, никого конфликтовал, но все по-своему, но все сделал по-своему. И потом, говорит, да, все, все сделал, и все, но как-то он так с юмором, в общем, я, это закончилась тема, вернулся я в родной город Свердловск, ну, может, перейдем к вопросам, сколько там времени? Время еще есть, ну, нет, ну, в родной город Свердловск. Ребята, ну, дальше можем перейти к кино. В итоге, значит, да, что в итоге, я, значит, я сейчас пропущу сейчас целый блок. Единственный вопрос, значит, в пропущенном блоке, будет ли пропущен Товстанова при этом, потому что мне очень интересно было бы их немножко о нем послушать. Товстаногов у вас следующий. Георгий Александрович Товстаногов написал свое, мне звонит мама, говорит, не звонит, она то ли звонила нам, то ли письмо, уже не помню точно, а она говорит, Товстаногов написал в своей книге «Зеркало сцены» про твой спектакль и ругал его. Я знаю, что Товстаногова не было в Костроме. Предыстория вопроса. Кострома, доходное место, приезжаем в Кострому, Свердловский тюз, среди всех театров, БДТ, Фу, что там еще было, Малый театр. Все показывают спектакли, посвященные Островскому. И Свердловский тюз, мой спектакль, доходное место, его посмотрел кабинет детских театров, он им так понравился, что ему надо отправлять спектакль. Я считаю, что это тоже был мой достаточно удачный спектакль. Я его привожу туда, кончается спектакль, стоящий зал, овации, обсуждения, а итог фестиваля это премии. Каждая премия 500 рублей. В то время большие деньги. Я понимал, наверное, что я не был вписан в этот список тех, кто претендовал. Вообще, из моего театра никто не был в это вписан. Видно, все было заранее, там уже расписано, я так понимаю. Но дело не в этом. Кончается спектакль. И выходит нынешняя известная театровед Таня Москвина, известная, которая была тогда аспиранткой института. Ну, критики знают этого пишущего человека, да, аргументы не делали. Ну, она пишущая. Татьяна Москвина такая есть, очень известная, человек, которая пишет о театре, о кино. Она пишет статьи. Серьезный человек. Она садится, тогда она была еще аспиранткой, и говорит, что это лучший спектакль фестиваля. Вдруг. Она первая берет слово, что лучшего фестиваля. Что первый спектакль, где она понимает, зачем сегодня поставлю Настровский. Спектакль о коррупции, доходное место. Блестящий, так сказать, спектакль, драматичный, все раскрыто. И прекрасно, что все играется в том времени, с одной стороны, все с юмором придумано. Видит всякие слова. После чего целый сон критиков срывается и говорит, что все это искажение Островского, что я там то, не то. Причем там одна такая критика известная вскакивает и долго рассказывает. Вот, вы все не правы, этот спектакль вообще же. Ведь эта пьеса написана по мотивам бедных людей или унижных оскорбленных Достоевского. Москвина говорит, они написаны были раньше, или позже. Сначала Островский написал, а потом вы даты перепутали. То есть та еще ведется нагло с этими известными критиками. Там вообще зверение. Потом к Москвиной, кстати, пришла бумага в институт, что она вела себя непозволительно для молодого критика. И просит ее исключить из аспирантуры. Там была скандальная ситуация с ней. Но факт один, что спектакль ему ничего не получает. Его весь, я ухожу, как говорят в народе, обтекая после этого спектакля, после этого обсуждения. Мы ничего не получаем. Но я еду, когда потом в поезде возвращаемся с Костромы, и идя по коридору около купе, где все... Вот проходя через одного купе, мы шли к ребятам из театра выпивать по коридору. И там мимо СВ, и в СВ вдруг выскочил один из критиков. Там все эти критики. И выскочил зам Царева. Царев был тогда глава СТД. Его зам такой, Захаров. Он говорит, ты Астрахан же, да. Не волнуйся, что ты ничего не получил. Ты возвращаешься. Все говорят только о тебе. Все обсуждают только твой спектакль. Ты абсолютно все выиграл. Ты возвращаешься без награды, но ты... Что надо, говорит? Стажировка, там высшие курсы. Что? Пожалуйста. Где ты? Что? В Москву? Я говорю, я в армию ухожу. Как? Ну, ты вернешься из армии, и мы тебе все сделаем. Он, кстати, свое слово сдержал потом. Говорит, ты сделал потрясающе спектакль. Так, потому что ты не получил премии. Ну, ты умный парень, говорит. Ну, получишь, получишь свои премии. Он сказал, получишь. Все еще получишь в этой жизни. Ну, я был недоволен тогда. Я хотел бы сразу получить что-нибудь. Вот. Но дело, дело. Дело в том, что, значит, выходим. И я, в общем, в армии получаю такое письмо, что это в Станогову. Оказывается, это в Станогову. Ну, я понимаю, что там... И ты спектакля не видела ни Дина Морисана Шварцева. Никто не видел из его людей. Потому что они не были на этом спектакле. Но видно в искаженных рассказах, критиках. Кто-то там ему наговорил. Это Станогов привел пример, что, мол, там Захаров прекрасно поставил доходное место. А молодой режиссер из Свердловска, не называется фамилия, вот, показал все это как-то примитивно. Ну, как-то там высмеивал, осовременил. Ну, в общем, что-то там писал об этом. А, мол, Захаров поднял тему компромисса на высоту. И все это прекрасно поставили. А у него там Жадов что-то дрова колет, что-то там все делал. Какие-то такое, в общем, ну, в ироничном тоне про мое решение. Я говорю, мама, прекрасно, есть повод прийти к Станогову. Он дал мне... Он подставился, как говорится. Так нельзя делать. Нельзя писать о том, чего не видел. Не дай бог, кто-то может прочесть. И я это прочел. Естественно, вернувшись из армии, что я делаю первым делом? Приезжаю в родной город Ленинград. Звоню Ирине Шимбаревичу, которая была его секретарем. Она училась с нами на параллеле. Я говорю, Ира, как мне попасть в Станогову на 15 минут? А что тебе надо делать? Я говорю, я хочу сделать так, чтобы он меня пригласил к себе работать. Я хочу с ним пообщаться. Он говорит, ну, если ты хочешь, чтобы я тебя пригласил работать, ты должен так погреться, чтобы в результате разговора он должен нажать кнопку. Такую кнопку на Станогову и меня вызвать. Если он меня вызвал, значит, считай, что ты все решил вопросов. Я прихожу к нему. Сидит такой, Станогов, задумчивый в углу. А со мной такая стопка я взял. Я был в белом костюме и оделся. У меня с собой стопка статей о моих спектаклях. Захожу к нему, сажусь. Фит, Станогов. Меня таких видов посетителей сзади немало. Я говорю, здравствуйте, Саныч, я хотел бы быть у вас на стажировке. Я вот там Астрахан, такой-то режиссер, молодой. Говорит, ну, у меня стажировка вся расписана там на 10 лет вперед. Приходят. Это все серьезно. Решается в министерстве этих людей. Их отбирают в целую очередь. Это нереально. Я говорю, ну, раз стажировку. А мне весь я сказал, что уже продуман с мамой. Я все это просчитал уже, все ходы. Мы все прошли дома. Я говорю, ну, раз невозможно, то тогда, я думаю, постановка спектакля в вашем театре может заменить мне стажировку. И смотрю, делся интересно. Он говорит, тут ей же он уже просыпается как-то. Как же спектакль? Я говорю, ну, а как? Ну, поставлю спектакль, полосуете, пройдут стажировку. Он говорит, ну, слушайте, это нереально. Я могу дать спектакль только тем, кого я знаю. Это целая история. Ко мне попасть на спектакль. Это же еще разнаменит. Я говорю, слушайте, ну, Георгий Александрович, ну, я вот, обо мне вот статьи написаны. Я почитаю. Он говорит, нет, это все неинтересно. Что я буду читать статьи всякого? Он напишет эти критики, я должен это все читать. Говорит, нет, это все, говорит, эти мудаковчики. Он так вот смешно про них. Говорит, что? Я говорю, Георгий Александрович, ну, я все-таки очень хочу. Ну, может быть, кто-то, московский критик какой-то, он видел мой спектакль? Он говорит, нет, я никому не верю. Он говорит, только для вас, значит, только важно ваше личное мнение, да? Тут он делает эту ошибку и говорит, что да. Я говорю, ну, в таком случае, Георгий Александрович, вы же писали рецензию на мой спектакль. Тут я говорю, вот так гибель. Я говорю, правда, вас не очень правильно информировали, Георгий Александрович. И поэтому вы попали в неловкую ситуацию со мной. А что, я говорю, вы в своем книжке «Зеркало» сцены пишете, что Захаров, вот, выдающийся режиссер, а вот молодой режиссер Свердловский такой вот редкий идиот. Только давайте разберемся. Пьеса «Доходное место», ее как и не поставь, она все равно будет про компромисс. Потому что она про нее, вот, это Островский написал. Тут заслуги Захарова в этом никакой нет. И она и у меня про компромисс. Это как раз не главное в этой пьесе. И меня вообще компромисс не интересовал в вашей пьесе. Мне было даже это неважно. Открытие, потому что в этом нет никакого, если ставить ее про компромисс. И у нас, кстати, было совсем про другое. Он уже смотрит, совсем внимательно на меня смотрит. Я говорю, ставил я ее про другое. Потому что дальше есть, вот, снова есть такая формула. Замысел – это то, что можно рассказать за пять минут. Вообще замысел – это то, что можно украсть. Если есть замысел, это легко можно украсть. Потому что он уже, это уже некое решение. И если есть, то он легко излагается. И дальше он там за эти три минуты говорит, что нас интересовал путь Жадова от мальчика, который живет за счет дяди, богатого вора и жулика. Живет счастливо, богатый, красивый, обеспеченный, с золотыми бриллиантными застежками, в роскошных одеждах. При этом он начитался идей о порядочности и нравственности. И вот о честности. И эти идеи проповедует. При этом сам он вырос в богатой среде. И только в процессе этого произведения, когда в итоге его дядя посылает подальше, он начинает жить этой тяжелой жизнью, проходит весь путь, который он проходит, и в конце он говорит, я буду порядочным человеком. То есть мы на наших глазах видели путь этого героя от одного к другому. То есть вначале это комический персонаж, и только в конце это персонаж, который возраст сочувствия. Но тут же, что сам он понимает, что и правда решение-то какое-то есть, оказывается. Парень не просто там что-то лепил горбатого какого-то, а что-то там дел осмысленное. Он как профессионал, он говорит, тут я понял, что у меня совсем в дебатке до службы. Он говорит, а почему вы решили, что он жил за счет дяди? Я говорю, очень просто. Он же говорит мне, там дядя ему говорит, мне твоя мать поручила заботиться о тебе, он ее брат же, и я сделал все, что было в моих силах. И жадок ему не возражает. Значит, дядя все, видать, выполнил относительно жадок. Он молчит, смотри на меня. Тут же нажимает кнопку. Нажимает кнопку. Входит Ира, он говорит, Ира, у нас стажерские места есть. Она говорит, только что прислали к нам человеку. Он говорит, присылал это всяких мудаков. Приходит нормальный человек, и мы не можем его взять. Так, давайте, когда следующий, там через год было следующий, все, в очередь ставим, позвоните в Москву, скажите, что мы берем Астрахана через год, берем у нас срок. Дальше мы с ним часа полтора сидели и разговаривали. Это было одно из моих приятных общений с стадом. Я рассказывал ему разные замыслы, спектакль. И мне казалось, что ему было, в общем, интересно. Он не спешил меня уже никуда отправить, никуда не торопился. Ну, было интересно, я думаю. Я уехал, через два года я вернулся. Но я вернулся через два года, и стало ясно, что... Я попал в другой БДТ. Санглов болел, и уже было ясно, что, в общем, он уже совершенно живет в другом состоянии. В состоянии того, что он, в общем-то... Ему же японцы сказали, что если он не бросит курить... Если он бросит курить, то они через два года ему сделают операцию. И тогда он еще проживет лет десять. У него были эти ноги, воспаление ног. А если он не бросает курить, тогда жить ему два-три года. Они сказали, что два года, и так все как-то не печально, и все подтвердилось почти до месяца, вот что потом стало ясно. И он держался, он не курил. От этого был совершенно нервный, мало что соображал. Я думаю, меня толком уже не помнил. Ну, я пришел к нему заново, какой-то вот парень пришел, пришел. Но я пошел, я понял, что как-то ловить нечего здесь. И я спокойно ставил спектакль в других театрах, и поставил в двух театрах спектакли в институте, поставил спектакль «Удалого молодца». И в этом самом Ваську, повесть Васьки Антонову в Ленинградском тюзе. И стал лучшим режиссером года. И тут дал какое-то интервью на телевидении. Звонит мне Шимбаревич опять, и говорит, диба, срочно в театре. Я говорю, что такое? Товстоногов срочно тебя вызывает. Он слышал твое интервью и пришел и сказал, он хорошо говорит. А для этого самого это был аргумент. Хорошо, хорошо режиссер должен говорить, разговаривать, объяснять. Он говорит, давай, а у нас ведь получают зарплату, а стоят в других театрах, у нас ничего не делают. Он говорит, ну что, Дмитрий, надо вам начать работать в театре. А я уже не очень понимаю, надо ли мне это. Потому что я уже имею успех в этом городе. И мне сейчас облажаться в БДТ, не дай бог, понимаете, да? Это же такой момент. Все нервы. Но в итоге, после долгих переговоров, там тоже было много смешного, как выбрали пьесу, выбрали пьесу. Дальше рассказываю, выбран Бальзаминов. Тут я иду на компромисс и беру художника. Вот компромисса не надо совершать. Мне говорят, возьмите художника. Говорю, какого? Возьмите художника Зимцова. Она у нас работает в БДТ. Ну давайте возьмем Зимцова. Хотя я ее не знаю и, в общем, не надо было мне этого делать. Беру, прихожу к ней, говорю, значит, мне нужно Бальзаминов. Говорю, нужен круг. На кругу будет стоять забор. Забор, вот Бальзаминов лезет, когда из одного сада в другой сад. Забор поворачивается, он как бы оказывается тут же, в этом же. И тут надо повесить гамак у белотелого, чтобы она там была в гамаке. Он туда пускай упадет, они там его будут со свахой в этом гамаке, там как таракана вязать. Мне это было смешно, я понял, что решение есть. А дальше, говорю, сделай как угодно там. Оформи жестовским подносом или там. Ну как-то это все, все остальное уже твое, Оля. Вот функционально мне надо решить два вопроса. Она говорит, а вы думаете, что... И тут начинают говорить слова, которые мне бы прислушаться, а я дурак не прислушиваюсь. Она говорит, а вы думаете, что Плубеев полезет через забор? Я говорю, что мне полезет, не Плубеев, полезет через забор, написано у авторов даже... Даже не я это придумал, а Островский. Ну не знаю, она так говорит, задумчиво. Я говорю, и что вы думаете, Крючкова света ляжет в гамак? Я говорю, а что такого-то? Она говорит, ну, знаете, у нас эти артисты, они такие, с ними надо как бы договориться, типа. А я уже репетировал с артистами. Я говорю, все будет нормально. Она не была в курсе, что я уже прошел. Я с артистами быстро обо всем... Я им уже прошел спектакль. Я не сидел там месяц за столом, а я его построил быстро с ними, чтобы они поняли, что я знаю, что я делаю. А потом мы как бы... Я такой сделал такой немножко другой метод. Я быстро поднял их на ноги и прошел спектакль. И я уезжаю в Болгарию, я репетирую там ученую охоту, улетаю, возвращаюсь. Мне звонит Дина Моррисона. Это проходит дни десять. Звонит Дина Моррисона и говорит, Дима, ситуация скандальная. Зимцова отказалась с вами работать. Срочно звоните Кочергину. Кочергин, главный художник БДТ. Знаете его фамилию, да? Кочергин, это был человек, который работал всю жизнь с австаногом. Это знаменитый лауреат всех госпремий. Эдуард Кочергин. Я звоню Кочергину. Тут начинает на меня орать. И говорит, как вы могли не договориться с Зимцовой? Она уже в нашем театре поставила столько спектаклей. Она известный человек. А вы, молодой нахал. Сказали какую-то глупость ей там. И просили ее выполнять вашу глупость. И орет на меня. Говорит, что ты на меня орешь? В ответ я говорю товарищу Кочергину. Тут, что там пал? Я говорю, что орешь на меня? Мальчик тебе что-то? Что ты орешь на меня? Что ты орешь вообще? Разговаривайте нормально. Эдуард, как там у вас? Степанчик, вы орете? Объясните вашей ученице. Он говорит, она моя ученица. Если ваша ученица, так объясните, что такое этика Станиславского для начала. Пускай книжку прочтет об этике. Если хочешь отказаться от режиссера, приди сначала к режиссеру, скажи ему, что я тебя хочу. Ну, договорись с режиссером для начала. Они за спиной начинают интриги плести. Да как вы смеете? Я говорю, да смею, да пошел ты. В итоге я перехожу. Потому что он мне что-то заорал. И я на него хамским тоном послал его просто открытым текстом. Назвал все своими словами. Но я был заведен. И я напоминаю, что мне уже лучше скандал, чем компромисс. И чем меня будут еще вытерать чувствовать. Потому что в БДТ компромисс, он опасен. Я это как-то чувствовал. Что там нельзя быть компромиссным. Там надо идти до конца. Послал. Через 5 минут меня заводит Дина Морисовна. Говорит, Дима, вы послали. Кочергина. Театр уже это обсуждает. Срочно видеть Ставстоногову вы послали. Как так можно? Я говорю, послал. И видит, Дима, уже с ума сошли. Срочно видеть. А я все-таки все же лучший режиссер года. Я все-таки признан уже лучший режиссером года. Уже нюанс-то есть один маленький. Молодой, наглый признан. Возвращаюсь. Говорю, приходим. К вас узнает Ставстоногов. Сидит Ставстоногов. Говорит, Дима, что случилось? Эдик рядом. Кочергин тут. Я говорю, я, может быть, неправильно научен, Георгий Александрович. У меня Александр Александрович Музиль, которого вы, слава богу, знаете. Он учил просто. Приходишь к художнику, поставь ему задачу. Вот мне нужен там круг и забор. И бальзамин, влияющий через забор, попадает в гамак. Кога говорит, смешно. Эдик, смешно. Толь говорит, вы понимаете, на малой сцене нельзя сделать круг. Там это большая сцена. Это, вернее, это малая сцена. Круга нет. Она будет городить этот круг. Это целая история. Это невозможно сделать. Он ничего этого не слышит. Дима, ну видите, нельзя сделать большой круг. Нельзя сделать круг. Это малая сцена. Георгий Александрович, да наплевать, какой будет круг. Пускай будет маленький круг. Пускай будет одна ставка поворачиваться. Лишь бы он лез через нее и был этот эффект. Остальное как угодно. В стиле жесткого подноса, в стиле пустодива. Или там, наоборот, какие-то грубые доски пускай будут. А форме пускай как хочет. Цветное, черно-белое. Мне это не волнует. Эдик. Ну, ему нужен любой забор. Он говорит, маленький, большой, кругом. Он говорит, этого нельзя, потому что... Эдик, иди нахуй. Делай что-то, Эдик, ну же ты прав. Это уже... Это не... Просто понятно. А, например, Суханов, директор театра. Он... Ему потом рассказали, что дальше было. Он завел себя к черкалу и сказал, Эдик, зараза, говорит. В коем виде, говорит, у нас молодой режиссер пришел. Договорился с артистами. Артисты его не послали. Он с ними репетирует, и они довольны. Никто не бегает в Станогово стучать, кого вы к нам дали. Никто не рассказывает. Нет интриги. Он нормально репетирует. Все довольны. Они улыбающиеся ходят на репетицию. Эдик, говорит. И ты своими тут декорациями... Вот сейчас ты у меня, говорит, Эдик, не поедешь ни в Японию, ни во Францию. У него там спектакля. Не туда будешь. Иди, не делай себя, когда страховано. Вот тут сейчас ты... Если твои дуры, говорит, там не могут с ним договориться. Бери, и Эдик, быстро все было решено. Был дан мне художник. Все было сделано. Спектакль был выпущен. Все быстро было решено. Вот. Ну, значит, это все забавно. Ну, что еще про БДТ? А сколько время еще у нас есть? Нормально сейчас. Нормально. Еще. Ну, да, еще раз сказать одну забавную историю. Вообще очень сложное отношение. У режиссеров это артисты. Это и правда так. В чем сложность этой профессии? Этот пример, кстати, показывает об этом. Режиссер обязан других людей, он должен их заставить выполнять свою волю. Есть человек, напротив него есть много творческих единиц. Все с амбициями, все с характерами. У каждого свой бэкграунд. Каждый паспорт. И они должны выполнить волю именно вот этого идиота. Они какого-то, понимаете, они вот, понимаете, да. И почему-то они должны ее выполнить. Этот момент всегда тонкий. Потому что пока, одно дело, если ты уже известен. Тебя уже все знают. Ты уже там весь обвешан наградами, званиями. Но обычно к этому моменту уже и делать ничего не можешь за этот режиссер. Ну, не важно. Тогда тебя хотя бы слышат, они уже не будут спорить. Но когда ты начинаешь, хотя там тоже надо доказывать. Все это до первого провала. Но другой, когда ты еще в начале пути и все еще так зыбко, понимаете, да. Вот, например, простой пример отношений с артистами. Конечно, артистам, это мысль, самая сложная. Особенно это сложно в театре. В кино проще. Потому что в кино все собрались на день съемочный. Все работают за деньги. Артисты получают приличные деньги в кино. И главное, все артисты понимают, что в кино времени нет. Понимаете? День уходит съемочный. Надо их цену снять. И как бы артист, когда он вписывается играть в кино, он понимает, что он идет на некое рабство такое актерское. Ему говорят, он делает. Ну, он может что-то там предлагать сам, но, в принципе, он должен быть готов к ситуации, чтобы мы сказали, все, не спорим, делай, как тебе это все. И артист к этому нормально относится в кино. Он это понимает. Он это как бы понимает. В театре это работа не за деньги. Это творчество. Артист приходит, сидит. И пока ты его поддеби, чтобы он встал и что-то там сыграл. Для него это как бы он тут вроде как занимается творчеством. Что это так и есть в основном. Значит, смотрите, что происходит дальше. Ставлю я. Я поставил в институте «Удалой молодец» в городе Запада. Был спектакль. Да, до этого было доходное место. Вернее, это был Бальзаминов. Сначала я сейчас похвастаюсь немножко, потому что я не могу. Ну, что ж такое? Все говорю о себе уничтожительно. Я не хвастался ничем. Значит, я поставил спектакль, когда Бальзаминов, его принимал худсовет. Кто был в этом худсовете? Лебедев, Стрижальчик, Пасилашвили, Френдлих, Ивченко, Богачев, Толубеев, по-моему, Лавров. По-моему, всех я перечислил. Всех, кто были тогда еще. Ковель, Валя, Макарова. То есть все звезды БДТ. Вот они сидели, я показал спектакль на малой сцене. Бальзаминово. И так сидели все, я помню. И первым взял слово Лебедев. И Лебедев сказал, знаете, я смотрел сейчас этот спектакль, а Тосногова уже умер. Его уже не было. Уже год как не было этого стола. Это был первый спектакль после смерти Тосногова. Еще такой нюанс был. Он говорит, знаете, я смотрел сейчас этот спектакль, и я вспомнил Тбилиси, спектакль Женитьбу, в котором было много разного сумбура, фантазии, но это было очень талантливо. Хоть это было спорно, но очень талантливо. Вот у меня, говорит, те же чувства, сейчас я вот смотрю этот спектакль, я вспоминаю тот первый спектакль Тосногова, который я видел. Ну, после этого кто-то сказал, ну, чего тебе обсуждать уже, если Евгений Алексеевич, можно сказать, родственник Тосногова, он женат на его сестре был, и вообще его правая рука была всю жизнь, историю лошади играл. Ну, если Лебедев уже это сказал, дальше уже только орден выдать и госпремию, ну, как, ну, классик живой. И после этого там уже сказали Лавров, все, и тогда был там Куварин, извиняюсь, такой же разговор сидит Куварин, а Куварин это был друг Лаврова, близкий, при этом он был заведующим постановочной частью БДТ. И он сидел, говорит, да, а там они, чтобы сделать мой забор с гамаком на заборе, вернее, забор и круг, это пришлось, чтобы варить целую сложную конструкцию, чтобы ставил гамак, и в нем два человека валялись, он на весу, и при этом он крутился. Понимаете, что там должна была быть машинерия внизу сделана. И этот, говорит, ну, он нам выпил кровь из страха этим кругом, говорит, и за это самое. Лавров говорит, ну, он вас за это самое, и, как выясняется, не зря, он сказал, не зря. Вот, ну, после этого, значит, приходим делать в БДТ этот спектакль. Я поставил удалого молодца в институте. И этот спектакль узнали в БДТ, что он был очень успешный. И мне, говорит, перенеси его в БДТ, только поставь с артистами в БДТ, уже не со студентами, но студенты закончили, была финская студия. Нет, давайте сохраним спектакль. Причем Ивченко был такой артист. Ивченко, он сейчас жив, он прекрасный артист. Но он ходил на спектакле, ему очень понравился спектакль. И он его стал всячески проталкивать, чтобы его поставить в институте, в театре. И я как-то стал его ставить и взял Ивченко играть там. Там была прекрасная роль отца главного героя. Я взял его играть на эту роль. Студенчики, совершенно убойный спектакль, очень смешной. Даже недавно Табаков в самом середине, говорит, до сих пор помню твой тот блистательный студенческий спектакль, потому что он был на подиуме студенческих спектаклей, был очень успешен. Говорит, помню вот этот блестящий спектакль, как я смеялся. Он правда очень смешной. Приходит отца. И начинаю репетировать. Делаю спектакль. Репетирует у меня Усатова, Сережа Усатова. Ну, репетирует весь состав БД, там много народа, человек 30. Остается неделя до выпуска. А Ивченко почему-то, то ли у него какой-то за... Что-то ему... Вот он видит, то ли он не хочет повторять этот студенческий, он видел эту роль. То ли он не хочет повторять то, что... А у меня придумана его роль. Как надо. Я, естественно, делаю этот рисунок, потому что я понимаю, что он успешный рисунок. А он не... А там смысл такой, что там сын пролобил папе, голову, значит, лопатой по башке. И папа идет, чтобы его убить. Там смешно. Ну, это прекрасная пьеса Синга. Такая жуткая история. И этот папа полууголовный идет за ним по следу с этой лопатой. И в этом было придумано, как этот папа, там, длинный диалог, как он там... Что все это было построено, потому что он перебинтовывал эту свою рану, которая у нее засохла. И чтобы сорвать там этот бинт, он срывал и все время падал в оборот. То есть как только его там касался, ему от боли, он все время терялся. Там был смешной аттракцион придуман. И Евченко отказывается его делать. Я понимаю, что как? Ну, сложная штука. Все придумано. И коллектив весь... Все все играют. Он один не играет роль. А на нем... Она вроде небольшая, но она сквозная. И она держит весь конфликт. А что-то неделя до выпуска. И Евченко вдруг бросает такую фразу. А он отказывается делать. Он делает какие-то свои предложения. Каждую репетицию. А я стесняюсь занять жесткую позицию. Жалею его. Дурак. Жалею. Не чтобы сразу жестко поставить ситуацию на свои места. Я тяну. И дотягиваю до того, что он... Говорит такую фразу. Ну, я так непрофессионально никогда не работал. В конце репетиции. Ну, я так непрофессионально никогда не работал. И уходит. Это при всем коллективе, понимаете, да? А я уже назначен худруком в Акимовский театр. А я уже главный еще в другого театра. Тут про меня такое говорит Ивченко на репетиции. Вот это за неделю до выпуска. Я же понимаю, что завтра пойдет по городу Ленинграда. Какая молва обо мне. Что Ивченко мне не... Узы круг. Прослойка узкая. Все это. Все все знают. Что делать? Иду домой и долго придумываю месть. Естественно. Или еще это злобная мстительная профессия. Надо быть к этому готовым. Потому что артист, он враг. Он друг и враг одновременно. И нечего тут делать. Пока ты успешен с ним, он твой друг. Чуть-чуть будет не успех, он тебя порвет первый твой друг. Будет тебя рвать на куски. Я думаю, что мне делать? Прихожу домой. Придумываю всю интригу. Товарищ у меня был со мной один. Мы с ним все это проиграли. Прихожу на утро. Театр. Весь коллектив остается в неделю. Потому что мне надо заставить его сыграть то, что мне надо играть. Либо мне лучше его выгнать, к черту. Потому что он не играет то, что мне надо. Я прихожу. Потому что я уже облажался при всем коллективе. Он меня уже облажал. Я говорю, значит так, товарищи. У нас сложная ситуация возникла. Сложная ситуация. Сейчас, говорю, товарищи артисты, пойдете в буфет и будете пить кофе. И ждать. А мы с Валерием Михайловичем пойдем и поговорим. И в зависимости от нашего разговора мы решим, что делать дальше. Кто-то мне говорит, а сколько надо пить кофе? Я говорю, а пока мы не закончим разговор, я говорю, пейте. Вы же на работе? Ну и пейте кофе. Чего? Идите в буфет, говорю. Куда пойдем, говорю, Валерий Михайлович? Может, в вашу гримерку? Ну давайте. Приходим к нему, говорю, Валерий Михайлович. Дальше азбука, конечно, не для вас, а для начинающих режиссеров. Это надо дальше рассказать, как себя. Я говорю, Валерий Михайлович, сложная ситуация. Вы меня публично оскорбили. И я не спал две ночи. Вру я ему. Не спал и мучился две ночи. Я был в кошмарном состоянии. Вы меня оскорбили публично, назвав меня непрофессионалом. Вы меня назвать могли идиотом, придурком, подонком. Я бы все это стерпел. Но непрофессионалом я не хочу себя слышать. Это единственное, кем я не являюсь. Я являюсь профессионалом. Поэтому я не хочу слышать даже такого про себя. О, Димон, вы поймите, я не хотел вас обидеть тут. Вы просто поймите, все вот нервные. Он говорит, я говорю, не знаю. Вы меня извиняете, вы меня что-то извиняетесь. Публично вы меня сказали так. Значит, у нас следующая с вами была ситуация. Увы, у меня есть решение, которое я вижу для данной роли. И другого видеть не хочу решения. Вы это решение делать отказываетесь. Какой выход? Идем к Лаврову и закрываем спектакль. Сейчас мы идем с вами к Лаврову, Грин Кирилл Юрьевич. Народные артисты, молодой идиот, не договорились. Бывает творчество, мать его идти. Все. Закончим этот вопрос и разойдемся, уважая друг друга. Дима, не получилось. Говорю, я понимаю, что он так никогда не сделает. Потому что кто его позволит закрыть спектакль? Я что понимаю прекрасно, потому что деньги потрачены, декорации ждут. Я знаю, что ему скажет Лавров. Лавров ему скажет, ты сыграй то, что тебя просит парень. А потом на худсовете разберемся. Естественно. Потому что режиссер дает задание артистам. Он говорит, ну Дима, ну зачем же такие резкие шаги? Зачем тебе Клаврову? Мы можем говорить бессмысленно. Осталось 4 дня, 8 репетиций и потом премьера. Нет времени на разговор. Поэтому идем и закрываем спектакль. Ну как же? Я говорю, не вижу выхода. Идем. Вот часа полтора ему мы топчимся на месте. Я говорю, мы идем закрывать спектакль. Он говорит, в итоге я говорю ему одну фразу. Есть, говорю, конечно, еще один выход, на который вы, конечно, не пойдете. Он есть, но нереальный. Я понимаю, что он невозможный. Мы с вами сейчас идем на репетицию. И вы делаете все, что я вам говорю беспрекословно. Вот все выполняете. И как только вы задаете вопрос, почему, мы тут же идем к Лаврову. Вот вы задаете, а, и тут же к Лаврову. Вот вы просто молча, безоговора, выполняете все, что я вам говорю. И только сказали, а, к Лаврову закрывать спектакль. Вот вариант. Но он нереальный, я говорю. Что будем? Ну, пойдемте, говорит, на репетицию. Естественно, мы идем на репетицию. Я возвращаюсь ко всему коллективу. И происходит волшебство. Левчинка все делает, как я попрошу. Это вот два месяца пил, съем кровь, все не делал, не делал. Все делают, все, но не понимают, как так. Я говорю, тут руку, он говорит, куда руку, сюда-сюда, тут сорвай, тут сорвай, тут на этом тексте плюнул, на этом дунул, на этом укусил. Хотел ее за грудь, да, ущипнул за задницу. Сказал этот текст, на этом тексте тихо. Сказал текст, стукнул. У меня же все придумано. Я ему все придумаю. Он при этом все делает левой ногой. Ну, я-то знаю одно, что он сейчас делает левой ногой. А на спектакле он начнет играть. Куда ему деваться, зритель придет. А рисунок-то весь сделан, и в этом рисунке завязан не только он, но и другой артист. Ему придется все это выполнять. Понимаешь? Дальше идет премьера. На премьере его сцены вызывают самые большие овации. После премьера идет ход совета, где все ему говорят, ну, Валера, у тебя лучшая роль, говорит, Лаврович. Ты лучше всех сыграл? Ты потрясающе. Ну, в нем же тоже кипит. Я живу как-то. Он вскочил, говорит, Астрахан вел себя безобразно. Он нас всех построил. Он нас вогнал в рисунок. Нет, он вогнал в рисунок артистов. Он их унижал. Я говорю, Валерий Михайлович, только вы уж тогда не скрывайте от народа. Вы уж расскажите, что я и вас унизил, и вогнал в рисунок. И вы до поворота головы делаете то, что я вам поставил, потому что вы хотели играть все другое. Вы расскажите, что народу. Но видите, у вас лучшая роль. Потому что я хороший артист, закричал. Я говорю, остальные, значит, давно. Понятно, Валерий Михайлович, в вашем луке. Я не буду, говорит, в таком тоне заработать. И выбежал из кабинета. Другие артисты, там, Стрижельчик, Лавров, они с одной стороны были. Они говорят, Дима, Дима, но были сами довольны, потому что они вообще его не очень. Они все любят друг друга, знаете, как артисты. Поэтому так. В общем, ну, Ивченко-то облажали, слава богу, свои дюансы есть. Неважно, ситуация была. То есть, я к чему говорю? Что эта ситуация, к сожалению, сколько мрачную историю вам рассказал. Но за ней есть, это вот, знаете, как, когда бы мы знали, из какого сора растут стихи. То есть, это все вот это, это море таких историй, где режиссер на каждом шагу отстаивает свои какие-то идеи, свое мировоззрение, свои шаги и так далее. Ну, я думаю, что... Позвольте, теперь, значит, я... Видите, я про кино вам ничего не рассказал. Нет, минуточку. Нет, 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 мы еще не знаем. У нас есть время, я слежу, так что... Итак, дорогие друзья. Значит, коротко подытожим, что же мы сегодня за эти полтора часа, которые прилетели. Кстати, сегодня абсолютно рекорд. Потому что никогда в жизни за 19,5 лет существования программы не было такого, чтобы ни я, прежде всего, никто из зрителей не задал ни одного вопроса. То есть, за монолог надо сразу же аплодисовать, потому что это абсолютный рекорд и фантазик. Значит, лишь бы этот рекорд был еще, доставил какое-то удовольствие. Рекорд сам по себе малышком, значит. Так вот, значит, вот из этого вдохновенного монолога мы узнали, что маме тяжело удался Дмитрию, но она сказала, что на бездарность не согласна и, слава богу, получила то, на что была согласна. Это мы все увидели. Блестящая работа в театре. Смотрите, какие этапы. Работа с классиками, тостоногов, потом Екатеринбург, руководитель театра Акимов. Это вообще фантастика. Вот молодым совершенно человеком. Блестательный, конечно, и постоянно зрительский успех. Лучший матрос в армии. Матрос и не лучший, режиссер матрос, наверное, был неплохой. А режиссер матрос, единственный, единственный и лучший. Обо всем этом мы узнали. Можно, конечно, говорить о том, что критики встречают так, как, например, вот эти вот несчастные люди, которые, говорили, играют с огоньком, показывать нельзя, но это же на то они и критики. А кино, если успеем, ну, об одной ипостаси мы не успели поговорить. Первая, главная роль в кино и сразу же Ника. Поэтому, если можно, все-таки вот об этой фантазии, которая случилась, случилась в фильме Выстоцкий. Спасибо, что желаю. Ну, да, все-таки два слова про кино все-таки, раз уже все-таки я. Да, ну и потом об этом тоже. А потом это мы скажем. Время у нас есть. Окей, значит, после этого, значит, я снял фильм, первый мой фильм был фильм «Изыди». Фильм «Изыди». Кто-то смотрел? «Изыди». Это 91-й год, значит, это был первый фильм. И надо было, чтобы было понятно, я снял этот первый фильм «Изыди» в 91-м году. Это был мой дебют. Этот фильм был отправлен от СССР, последний фильм от СССР отправлен на соискание Оскара. То есть он был представлен на Оскара. Я не получил Оскара, но выдвинут он был. Это само по себе было, конечно, огромное событие в моей жизни. Это был, по-моему, первый фильм. Это была целая история, как он был снят. Если у кого-то будет возможность, посмотрите его, потому что я думаю, что это был… В общем, этот фильм, который я снял и который мне открыл мир, потому что я с ним объехал весь мир. Этот фильм показали все самые крупные компании мировые. С этим фильмом я был приглашен к Лукасу, показывал фильм его работникам, ему, они смотрели кино. Это целая была история, связанная с этим фильмом, который так поменял резко мою жизнь. И, конечно, уже как бы театральная жизнь, которую я очень люблю, я люблю очень театр. Но понятно было, что представил я, что в мою жизнь пришло в кино, и уже дальше не будет так, что вот уже только театр, уже появился некий такой вот соблазн, а возможность говорить одновременно с огромным количеством людей. Кино дает же эту возможность. Вот это я делаю, и, в общем, после этого снято уже больше 20 картин. Вчера вы видели рабочие материалы от последнего фильма, это фильм «Деточки». Вот так что мы стараемся работать. Сценарист Олег Данилов. Познакомились мы тоже в театре. Его поставил Свердловский, его пьесу «Три пищи» на этом месте. С тех пор началась наша профессиональная дружба, сотрудничество и все. И вот мы уже больше там 28 лет работаем вместе. А сейчас я вот этот фильм выходит, а сейчас я готовлюсь снимать новую картину с рабочим названием «Чиновник». Вот. А коррупция. Вот будем снимать следующую картину. Вот она вот такая вот рабочая история. Теперь, что касается кино, вот я снимал, снимаю, и получилось, что за 20 лет уже где-то вот сделаю с первого года, да, больше 20 лет. Вот так вот много снял картин. Здесь, кажется, а можно совершенно дурацкий вопрос, на который обычно отвечают одинаково. Когда спрашивают актеру любимую роль, все говорят, ну, роли как дети. Я понимаю, что ответить на этот вопрос можно только так же, или посмотреть на задающего, как на полного. Нет, нет. Вот я и задаю этот вопрос. Понимаю, что задавать нельзя. Любимый фильм все-таки из тех, ты у меня одна. Не знаю, вот все-таки. Есть ли такой? Ну, наверное, все-таки это будет из Иди, в силу, что он был первый. Он был первый, очень любимый. Но он был такой, знаете, вот, все было первый раз. Это как первая любовь, наверное, не забывается. Потом я все обожаю свои картины и люблю, и только обожаю их, люблю. Как? Ну, с каждым связан целый кусок жизни и людей, которыми я это сделал, прежде всего. И, конечно, хочется сказать два слова. Вот, понимаете, вот я не сделал бы ничего того, что я сделал вообще в своей жизни, если бы мне по большому счету на пути не встречались, в общем, хорошие люди. Многие из которых мне помогали абсолютно бескорыстно, которые просто меня поддерживали. И это просто, вот, мне везло на людей, на встречи. Я вообще всегда серьезно относился к случайным встречам. Я серьезно относился к случайным знакомствам. Вот, я, не знаю, я когда всегда был открыт к общению, к какому-то, и было много людей, которые мне помогли, и я не боялся им рассказывать какую-то вот свою идею, которую я хотел делать, или там идею, которую я хотел делать. И люди шли навстречу. Правда, они, ну, естественно, чем дальше я что-то делал, тем легче было иногда. Да, и, соответственно, легче, с другой стороны, тяжелее, потому что появлялось, соответственно, больше поклонников, с другой стороны, появлялся и критический слой роста. Это всегда такая вещь смешанная. Ну, как, ты вызываешь такую реакцию, волну. Так вот, вначале тебя все несет, тебя все приняет, потом каждый раз тебя начинают все больше внимательно испытывать, потому что ты должен каждый раз доказывать, что ты можешь. Нету, в прошлом можно жить какое-то время, но недолгое. Ты должен каждый раз соответствовать этому, вот этой планке. Ты должен каждый раз поднимать, брать какую-то вершину. Вот это было важно. Вот, что касается фильма Высоцкий, ну, это я отношусь к этому как забавному эпизоду в своей жизни. Не более того, я любил всегда играть, и мне всегда это нравилось. Я относился к этому как к некой шутливой стороне вопроса. У себя в кино почти никогда не играл больших ролей, потому что, ну, как-то было неловко самому себя снимать. Вот. Когда Мита мне предложил пойти на пробы, ну, из уважения к Александру Наумовичу я пошел на эти пробы, потому что он должен был снимать Высоцкого вначале, попробовался. И потом в течение трех лет шел, там менялись режиссеры, и каждый раз шел новый кастинг. Я все думал, ну, вот сейчас, наконец, меня оттуда уберут. Но я оставался как один из тех немногих, кто прошел с самого начала. По-моему, единственный, кто прошел с первого раза до конца всех режиссеров, и все оставляли меня на этой роли. Дальше я ее сыграл, как понимал, как умел, как я умею это делать с точки зрения моего понимания профессии. Ничего не придумывал с точки зрения, как бы, ну, придумал все, но делал так, как я бы это делал бы, будь я режиссером со своим артистом, со своими задачами, пытаясь это сформулировать. Ну, как тут выстроить? Я так строил сам с собой эту штуку, естественно, общаясь с режиссером, с Бусловым. Никита Высоцкий там присутствовал все время, тоже был, в смысле, нормальным человеком, все можно было с ним обсудить и решить, и он был такой очень подвижен. Так что, вот так это все случилось. Для меня это в этом не было, на самом деле, ничего-то такого, ну, я, конечно, боялся, что если это будет плохо, не дай бог, то тогда, конечно, я попаду под некую такую вот критическую волну доброжелателей, конечно же. Тогда, конечно, я, суд будет суров и беспощаден. Тогда все выспятся по полной, он еще и артисты. То есть, укусить было больше повода, чем хвалить. Но, вот видите, все как-то обернулось неожиданно, вдруг люди как-то эту роль приняли. Все сказали, что да, это хорошо сыграно. Нет, ну, удачно все, слушайте. Известный фильм, разрекламированный всем. Первая роль в известном фильме на фоне звезд. Ну, все, значит, все было выгодно создано для старта. Знаете, как ситуация была выгодная. Потому что, может быть, то же самое сыграло в какой-то другой ситуации, это мне было вообще бы замечено. Понимаете, тут есть нюансы. И сразу же Ника. Дай ему здоровье. Спасибо, Нике. Дали Нику. Ну, слушайте, спасибо. Слушайте, это все уже настолько неважно, по большому счету. Я к этому вообще неловко-то виду. Я к этой Нике отношусь с большим юмором. Потому что зачастую вижу, кто ее получает и за что. Поэтому цена этой Ники, в общем, имеет две стороны вопроса. Если бы это были только шедевры, отдавал цена, я понимаю. Но я надеюсь, что моя Ника – это заслужда их. Я так надеюсь. Но говорить об этом, обо всем, как это не банально звучит, но есть зрительский суд, и это высший суд, и нечего тут обсуждать. Можно обвешать сто наградами произведения, но если народ не запомнил, не захотел это пересмотреть, то эта картина умрет. И никто и не вспомнит, хоть она 20 ник на ней висеть будет. Ну, будут вспоминать, как в каталогах. Болтаться будет там она. Но живого следа не оставят. Тут вопрос. Оставят живой эмоциональный след в сердце зрителя. Вот это главная задача, на самом деле, я думаю, наша, чтобы что-то делать. Давайте вопросы. Мне почему и хотелось вначале, изначально задать этот вопрос об этом фильме, потому что вот он же создавался вначале как короткометражный, а затем уже в соавторстве с Олегом Даниловым он перешел. Нет, я немного ошибаюсь. Он писался с самого начала с Олегом Даниловым, как сценарий полнометражного фильма. Просто это делалось в мастерской Германа, а они могли финансировать только короткий метр. И они давали деньги только на кроме метраж. И когда встал вопрос, как же его снимать, вот тут пришлось применить те способности, которые проявились когда-то в стройотряде и неожиданно всплыли. И я тогда нашел первый раз деньги на собственный фильм, чем потом всегда с успехом, в общем, и занимался. Потому что если ты хочешь не зависеть от мнения других людей, то решай вопрос сам, чтобы быть независимым от денег. Вот это главный вопрос. Потому что всегда, когда даются деньги, люди волей-неволей начинают на тебя влиять, пытаться влиять. — Благодарю. И вот, ну, у вас много ребятишечек, это всем ясно. А вот имя Глафира, кому это такое имя? — Аня. Слушайте, там это гримик, у меня, значит, дети, у меня есть Паша, Маша, Наташа. И дальше, когда рождалась Аня, рождалась Аня, зовут Аней, мою дочь, но дети требовали рифму. Они говорят, Глаша пускай будет. Я говорю, слушайте, ну, Глаша какое-то имя, ну, не знаю, ну, мне оно не близкое имя Глаша почему-то. Глашка как-то, ну, как-то вот я не знаю. Они говорят, нет, вот все. И я в итоге, наперекор всем своим детям, назвал ее Аней, и она написана в метке Аня. Но в буту они ее зовут Глаша, все зовут Глаша, в итоге я зову ее же Глаша. И она знает, что ее зовут Аня, папа назвал ее Аня. И она, кстати, разысказывает, что меня зовут Аня, она говорит всегда. Но на Глаше тоже откликается. Вот у меня такая сложная у Глаше жизнь, мы ей дали двойную жизнь, так вот, да. Когда я смотрю ваш фильм, ты у меня одна, я, конечно, плачу. Шикарный фильм, спасибо вам за него. Можно о Марине Ниеловой чуть подробнее? Марина, когда я должен был снимать эту картину, я понял, что я хочу снимать. Вот как-то Марину Ниеловой я сразу увидел. Я не понимал, что я буду смотреть Сбруева, это же не пробовать. Я пробовал разных, и пробовали там, и Гурченко пробовалось, и Остроумова пробовалось. Там много кто пробовался, известный как Грис. А Ниелова не пробовался, я просто о ней помнил. Мне казалось, что должна быть она. Подробно только могу сказать одно, что когда надо было с ней поговорить, познакомиться, в итоге я позвонил в город Москву, мы договорились, что она во время приехала с отдыха, Сбруев уже был выбран, он пошел пробы. Я понимал, что надо их как-то свести вместе и посмотреть на них вместе, как они вместе. И мы, я поехал в Москву, в Ленинграде, это был тяжелый день. В этот день мы запустили картину, в этот день были подписаны деньги на финансирование. Я что-то бегал так, деньги дал мой приятель, это там все решалось пока. Все, деньги даны, я бегаю по городу, что-то какие-то вопросы решал. И опаздывал этот вокзал, по дороге я ничего не поел. И по дороге я что-то схватил бутылку пива, две, потому что вообще ничего не было. Каких-то два с повидлой пирожка, что-то, помню, купил, сел в поезд. Ресторана в этом поезде не было еще, когда был поезд левый. Мы едем в этом купе, сижу я, Юрий Павлович Воронцов и художница наша по костюмам, которую нужно было тоже посмотреть. Юрий Павлович говорит, ну надо отметить начало работы. Он заслуживатель искусства, Юрий Павлович, человек опытный. И был подготовлен, и доставил бутылку водки. Я говорю, серьезно, все, давайте, Юрий Павлович. Мы ее выпили, яблочко было одно у этой Оли. Я закусил этим пивом, и была ошибка, запили этим пивом, невнимательно на него посмотрев. Видно, оно было полет, то ли осадок там. Выпили, что-то мы развеселились, я говорю, вот сейчас бы еще добавить. Он говорит, нет вопросов, это вторую бутылку водки. И мы с ним, в том числе, мы вторую выпиваем две бутылки водки, и пью. И травимся по полной правиле. Утром я просыпаюсь, я ничего не понимаю. Я потом уже через года три, как-то сидя в своей группе, когда снимался фильм, все будет хорошо, был снят. Я переберем какие-то фотографии, думаю, сколько это фотографии, какие-то рожи стоят. Я думаю, что за знакомое лицо. И потом я понял, что это я на то утро. У меня был такой лиц, сфотографированный этой Олей. И мы проснулись все пьяные в дым, отравленные. И мы шли в метро, я помню, мы проходили в метро в Москву. Мы идем, мутит так, извиняюсь, что только вот наклонишься, и тут же неловкость какая-то может возникнуть. И мы идем, я думаю, надо ехать к моим друзьям. Я уже позвонил, едем к вам. У меня в три часа встреча с Нью-Йорой, думаю, хорошая какая встреча будет. Приехал режиссер, до встречи с Народной артисткой. Ну, Народный метод, правда, но не до такой степени, думаю, все-таки. Как быть? Я говорю, Юрий Павлович, и мы идем с ним, и я говорю, Юрий Павлович, я... И подходим, и у нас даже нет сил подойти к кассе и поменять деньги. И там, вот, нас слышно, там касса где-то вдалеке, а тут уже этот турникет. Я говорю, нету сил, пошли, Юрий Павлович. И я, значит, делаю так, это самое, прохожу и руками, и прохожу так. И говорю, пошли, Павлович. Он так стоит, смотрит на меня. Он оператор, раз еще сказал, надо идти. Значит, он прошел тоже, мы с ним прошли. Вдаглую, абсолютно. Приехал моим друзьям, да, я выпил там море этой марганцовки. Это было утро перед пробами. Режиссер готовился к пробам серьезно, знаете, как. Выпил три литра марганцовки, там, все с собой совершил. Все там это было. Ну, классический метод в ванной. Все, в итоге пришел на пробу, и то мне худо. Я сижу, видишь, Воронцов с камерой так, он тоже плывет чуть-чуть. И я сижу, и думаю, сейчас наклонюсь, и не и стыд. В кабинете у Галины Борисовны Волча, когда нас принимала, Марина, мы сидели там. Но вот они сели со Зброевым рядом. Я когда их увидел рядом, я понял, что это вот точное попадание. Что они вместе будут потрясающая пара. Я понял, что они вместе, это будет такая... Причем забавно, что они не были вместе знакомы. Что Зброев с Ниеловой, будучи уже оба абсурдными звездами, в жизни не пересекались. Вот в жизни как-то они в разных сеаторах работали, и тут они впервые сели друг с другом. И вот сразу же они так говорили, улыбались. В этом году сразу же вот... Я понимал, что да, вот такие два человека могут любить друг друга всю жизнь. Ведь фильм «Ты у меня одна», а рассказ открывает неожиданные ценности. В чем его главное открытие этого фильма? Оказывается. В чем его главное новаторство? Что можно любить свою жену. В этом главное открытие этого фильма, ведь на самом деле. Это главное, по-третьему, оказывается, свою жену можно любить все время. То, что там доказывает герой. Обычно нам всегда скажут, что жену свою любить нельзя, и да, да, есть у нее появляться третья, в которую надо и уйти. И в этом самое нестандартное решение этого фильма было в том, что он остается с женой. А второй финал какой был, который вы не показали? Все что? Вы же два финала снимали. Второй финал какой был? Нет, финал второго не был там. Там был финал, мы думали, что был как вариант, мы обдумывали, что может в какой-то момент он все бросит и уедет с Аней. Но это был такой вариант, мы так в шутку его размышляли, хотя понимали, что это неправильно. Но думали, что, наверное, вот это было бы традиционно, как ни странно, это был бы такой более ожидаемый финал. Что вот этот финал, что-то с женой, он, как ни странно, более неожиданный, трогательный и правильный. Да. Пожалуйста, Фотин. Вы сегодня скользко упомянули о Сергее Соловьеве, если можно поподробнее. Да, там нечего особо рассказать, кроме того, что я пришел поступать на курсы, он набирал курс. И первый из семисленников проводил он, и я пришел к нему, сказал, что я режиссер, театральный тот, он меня послушал, погорел со мной и поставил мне пятерку на этом коллокуме. Потом пришел, когда у нас сидит, соберет все компании, там уже была другая история. Но забавно было третье, что когда я снял свой фильм «Изыди», который уже был представлен на «Оскаре» и уже на фестивале в Москве, на «Оскарском фестивале», который сегодня, кстати, открывается, мне позвонили, я забыл, мне позвонили, говорит, так ты иди идешь, я говорю, я вот тут иду в другом месте, неважно. В общем, я тогда был первый раз на фестивале с «Изыди» с фильмом. И встречаюсь я с Меньшовым на какой-то вот банкете, он мне говорит, а, так вы вот тут истрахованы, говорит, а я помню, как мы вас не взяли. И я, говорит, был один из активных ваших противников. Это, говорит, о чем он сказал? Какой я идиот. Ну, он пошутил, ну, в общем, признал то, что, как бы, вот, был такой момент. Но, правда, потом мне рассказывали, что он там, я был в БДТ и, ну, вообще, фильм, как бы, то, что я снял так фильм, не пройдя эти курсы, это было, конечно, правильное решение в моей жизни, что я ушел, через БДТ пошел в кино. Скажите, пожалуйста, в чем залог успеха вашего творческого в таланте, в расчете, в умении слушать маму и анализировать дальнейшие действия с ее подачи? И есть ли у вас враги, и как вы с ними расправляетесь? Расстреливать врагов обычно. Нет, послушайте, ну, знаете, это невозможно ответить, потому что в чем залог успеха, не знаю, наверное, во всем вместе, что вы перечислили, но там и есть. Вы, я думаю, что все там как-то сработало. Почему, не знаю, но это не, как-то было, понимаете, нельзя сказать, я только знал одно, вот я помню, что у меня было такое одно чувство, что у меня всегда было чувство, что у меня будет какая-то интересная жизнь. Вот у меня было всегда чувство, что в жизни все такое прекрасное, у меня же что-то интересное, какая-то жизнь. Вот это вот, мне на самом деле очень нравится место во «Все будет хорошо» в фильме, когда они уже выходят там, вот Журавлев то ли выходит с этой Спонизовой, с Олей, после разговора, когда он спрашивает, у него мечта есть, его спрашивают, и выясняют, что у Журавлеву нет мечты. И там есть эпизод, который не вошел в фильм, но он вошел в полную версию картины, в более, есть две версии картины, есть короткая версия, все будет хорошо, есть длинная. И в длинной версии такой делок, она ему говорит, он говорит, что? Он говорит, он не выходит оттуда, и он вдруг говорит, Оля, а у тебя-то мечта есть в Журавлеве? Типа, его все спрашивают? Он говорит, у меня есть. Она ему говорит, это какая? Она говорит, не знаю, но точно есть. Вот это, понимаете, вот, вот, вот это, мне как-то очень понятен этот ответ, я не знаю, что, но что-то у меня, вот что-то там, я что-то жду, вот что-то будет, что-то случится, что-то, я готов к этому, чтобы что-то случилось. То есть, я не знаю, в чем тут залог, во всем, тут и семье, все, залог, но главное, что ты готовишься к какой-то, что ты должен быть, ну, готов, что ты должен быть готов, что если ты выбрал путь созидания, ну, и тебе, ну, будь в этом пути, иди по нему как-то, ну, во всяком случае, все советы нелепые, я сейчас что-то говорю, я сам понимаю, что это глупость, потому что нельзя тут ответить никак. Так вот сложилось. Нету четкого решения, это не, нет алгоритма, его нету. Вы знаете, ваши фильмы, среди ваших фильмов есть несколько, которые поддерживают веру и дарят надежду. Когда вот совсем плохо, можно посмотреть ваши фильмы, подари мне лунный свет, перекресток, желтый карлик, все будет хорошо, ты у меня одна, и хочется жить после этого. Скажите, пожалуйста, было ли у вас так, когда результат вашей работы превосходил задуманный? Ну, да, это, ну, когда не ожидаешь, когда происходит что-то, что, не, ну, бывает, когда сидишь в зале, и вот, и ты это чувство испытываешь, вдруг как-то, ну, это было, это было, я помню, как вы, на языде, там, реагировал зал, когда ты ждешь, но ты не предполагаешь, что это было, когда ты у меня одна встал, встал весь зал, Да, в последний момент мы не знали, везти его в Сочи, этот фильм не везти, я помню, Олег мне говорил, не везти, Данила, не вези, говорит, зачем, второй раз не бывает успеха в одном и том же месте, два раза подряд, снаряд не попадает в цель, ну, тебя, говорит, растопчут, картину, говорит, просто из принципа растопчут, вот был из Иди успех, не надо сейчас ехать со вторым фильмом, вот, у меня, и я сомневался, но когда вдруг я посмотрел, помню, вот, монтаж, и сижу, так, вот, я сижу, вдруг, когда с музыкой, стал все это смотреть совсем, вот, я чувствую, что как-то фильм вдруг как-то понесся, я думаю, нет, ну, что-то, вдруг, я в какой-то момент, я вдруг забыл, что я смотрю свой фильм, я подумал, стоп, надо ехать, я бы, когда сел в этом зале, и вдруг какой-то момент, так, это что-то щелкает, и уже это не твой фильм, это что-то другое там происходит, потому что зал, это вот реакция зала, она, конечно, дает особый эффект, ну, ведь ждешь всегда одного, хочешь, ничего же не ждешь, делаешь и делаешь, веришь, надеешься, что все будет не зря, что ждать, ну, это, кстати, вчера у меня было приятное чувство, когда мы показывали фильм, у меня было вчера, мы показывали фильм, у тебя тут люди были, вот это чувство у меня было, какое-то вдруг в конце, когда вот эти стихи пошли, какой-то такой вот, вдруг я их ощутил, тьфу-тьфу-тьфу, ну, надеемся, весь прогноз, так, да, кстати, о стихах, ну, об этом договорились уже заранее, поэтому наугад, вы все-таки актер, и этюды сделали, и реки читали, а прочитать там что-нибудь сейчас, а? Вы думаете, стихи буду брать, вы думаете, это бредит малярия, это было, было в Одессе, приду в четыре, сказала Мария, вот и полночь в ночную жуть, ушел от окон хмурый декабры, а в дряхлую спину хохочут и ржут, канделябры, вы меня сейчас узнать не смогли бы, громадина, что может хотеться, эдакой глыбе, а глыбе многое хочет, нет, буду врать, не помню, ну, другое, вот это я, наверное, помню, сейчас помню, другое, это облако в штанах, я его помню, забыл, сейчас другое, А, бессонница, гомер, тугие паруса, я список кораблей прочел до середины, сей длинный выводок, сей пояс журавлины, что над Элладою когда-то пронеся, сей журавлины, клин в чужие рубежи, на головах царей божественная пена, куда плывете вы, когда бы не Елена, что трое вам, ахейские мужи, и море, и гомер, все движется любовью, Кого же слушать меня? И вот гомер молчит, а море черное витийствое шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью. Ну, надо было бы предупреждать, я бы приготовил этот стих, я бы что-то прочел бы. Нет, если прочитаете еще... Слушайте, я так не помню, но какой-то кусочек прочту. Давайте. Нет, я не... Ну, это будет... У меня оттуда середины. Теперь мила мне балалайка, да пьяный топот трепака перед порогом кабака. Мой идеал теперь, хозяйка, мои желания большой. Покой, да щей горшок, да сам большой. Порой дождливую намеденье я заглянул на скотный двор. Тьфу, прозаические бредни ламанской школы пестрый сор таков ли был я, расцветая. Да, скажи, фонтан Бахчисарая, такие ли мысли мне на ум навел твой какой-то шум, когда безмолвно пред тобою зарему я воображал. Среди каких-то, наверное, взял их зал. Спустя три года вслед за мною, скитаясь в той же стороне, Онегин вспомнит обо мне. Я жил тогда в Одессе пыльной. Там долго шумно небеса, там хлопотливый торк обильный свой поднимет паруса. Там все Европой дышит, веет, все блещет югом и пестреет. Разнообразностью живой язык Италии золотой звучит, на улице веселый, где ходят гордый славянин, француз, испанец, армянин, и грек, и молдаван тяжелый, и сын египетской земли, корсар в отставке, морали. Одессу чудными стихами наш друг Туманский описал. Но он пристрастными глазами в ту пору на нее взирал. В общем, я не помню даже себя. Дорогие друзья, я думаю, вы поняли, что вся встреча с Дмитрием, все, что он сегодня рассказал, главное, как он рассказывал, говорит, что тема, выбранная для сегодняшней встречи, была абсолютно правильной. Все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.